всем здравствуйте как меня слышите видите нажмите пожалуйста от 1 до 10 как вы меня слышите вижу что уже не в моготу но люди у нас продолжают подключаться поэтому мы немножко подождали еще хорошо слышно меня отлично рада вас очень видеть всех хорошо сегодня я включила видео потому что все время хотите видеть еще я так понимаю что потому что визуалы есть да еще есть люди которые только слушать любят где-то есть чат пишите бине да как же тогда пишите день если вы не видите чат отлично меня видно и слышно тогда начинаем привет вам от моей кошки нюши появится в кадре на мероприятиях как ангел-хранитель сидит и все слушает такая аэровидическая кошка вот сегодня у нас интересная тема как раз у меня вот дочка сегодня пришла с соплями видимо чтобы я по упражнялась скорее и тема очень серьезная самом деле да и часто у нас зимой наши близкие болеют мы сами болеем иногда но особенно детки болеют а сегодня как раз поговорим почему именно детки болеют так сейчас я попью как раз за ваше здоровье стаканчик клюквенного сока итак есть у нас тут участники которые впервые слышат слово аюрведа поставьте пожалуйста в чат плюсики кто впервые слышит слово аюрведа да кошка действительно отбелись все продвинутые да сегодня пришли здорово супер я тогда сильно много не буду углубляться в объяснение каких-то терминов вот и а для тех кто все таки будет слушать потом нас записи впервые немножко мы скажем про аюрведу про себя чуть-чуть только скажу что я специалист по аюрведическому питанию по здоровому питанию что такое аюрведа я сейчас расскажу автор тренингов по питанию автор рецептов а в основном привожу рецепты из аюрведических вегетарианские более приемлемые для русских да рецепт потому что я всегда говорю до пяти лет у нас сохраняется национальное пристрастие к пищи и слишком индусская слишком перченая слишком заморские специи не подходит нам еда если даже мы восхищаемся то постепенно все равно она нам надоедает и нам хочется более нашей русской пищи супчики различные котлетки пельмени всякие там сладости да и поэтому этим занимается наша школа мой учитель тахир хаеров академия аюрведы наш проект школа здорового питания то есть мы помогаем людям комфортно переходить на вегетарианство либо просто не переходя на вегетарианство лакто вегетарианство да мы используем добавление молочных продуктов то есть животный белок тоже нас присутствует и это помогает если не приходить то добавить свое питание как можно да тахир солнышко как можно больше благостной пищи пищи ощелачивающей что как раз и нужно нам для того чтобы не болеть для того чтобы не было простуд вот а и давайте сразу скажем несколько слов про аюрведу что это такое приводит статей языка санскрита аюр жизнь веда значит знание это знание долгой и счастливой жизни и аюрведом это наука которая на самом деле насчитывает более десяти как есть источники которые говорят что 20 25 тысяч лет но документальные источники им около 6 тысяч лет чарака самхита сушрута самхита древние трактаты сегодня очень много есть людей которые владеют владеет санскритом и а переводят эти трактаты и а также аюрведа это знание которое пришло к нам от древних мудрецов мудрецы получали эти знания медитациях это не то что придумали только люди на сегодня конечно очень много современные лекторы аюрведисты ученые врачи аюрведические очень много дополнений вносит связи с тем что 6 тысяч лет назад не было такого засилья всяких добавок нехороших да пастеризованных продуктов консервов люди пытались более такой натуральной едой не более вообще натуральной едой питались конечно и сегодня это требует такой адаптации да чтобы современные люди могли знать как эту науку применять этим мы тоже занимаемся в нашей школе доносим какие-то сложные знания со сложными терминами доносим и простым языком чтобы вы могли своей жизни это использовать не приходилось вам читать для этого много много трактатов аюрведа включает в себя много областей то есть это и воспитание детей от зачатия детей это семейные отношения это вастуша страведический фэн-шуй немножко мы знакомились на последнем моем тренинге да я живу в изобильной вселенной сегодня кстати всем кто участвовал в тренинге сегодня вам запись пришли еще не выслали сегодня будет сегодня будет запись как вы обещали в течение семи дней и хорошая новость я там добавила информацию по васту шастра вот и также это знание древняя физическая медицина как использовать специи травы продукты вместо лекарств зная свой тип конституции зная энергии которые преобладают в природе вашем климате анастасия спрашивает сколько продлится вебинар я рассчитываю час сорок где-то примерно ну смотря сколько вопросов да еще будет ваш вот такая интересная наука наука которая на самом деле знание наших предков включает в себя вот и для того чтобы поговорить о зиме чем же так отличается питание зимой почему мы болеем зимой для этого нам нужно вспомнить про пять элементов одно из основополагающих понять в аэрведе и это вода это эфир воздух огонь вода и земля и а также как эти пять элементов обладают образуют три типа конституции людей вата пита и капха также они имеют какую-то роль преобладающую или не преобладающих во время сезона во время смены сезона чем знаете считается древние люди считали что всего два сезона есть зима и лето а вот осень и весна это просто переходные такие сезоны вот и как раз вот эти сезоны осень и весна они на самом деле очень такие бывают стрессовые для людей потому что тяжеловато многим перестроиться а если на сегодняшний день вообще людям живущим в квартирах работающим в офисах мало двигающимся да и мало получающих кислорода свежего воздуха еще сложнее это стало потому что мы привыкли к температурам которые находятся которые у нас квартирах да и мы плохо очень адаптируемся к смене погоды к смене температуры особенно те кто мало гуляют да и не занимаются видами спорта на улице какими-то вот и потому что вы знаете я знаю очень много людей которые не знают ни про какую аюрведу ни про какую йогу но просто у них всегда присутствуют групповые виды спорта либо это футбол какой-то или какие-то игры на улице а летом либо это лыжи коньки что-то еще зимой да я сама тоже горными лыжами занимаюсь и просто лыжами не так что профессионально но люблю очень потому что колоссальное количество кислорода получаешь и не холодно да то есть когда зимой такие виды спорта на улице очень сильно согреваешься прямо весь мокрый такой приходишь вот поэтому вам тоже рекомендую продумать какими видами спорта вы займете этой зимой до того как вы заболеете потому что это как раз будет профилактика во многом сегодня об этом еще скажу и получается что смотрите так как летом жарко и влажно то летом основном у нас даже не летом а с мая да то есть когда уже становится жарко много солнца и по сентябрь пока еще тепло пока не начались заморозки холода у нас господство пита это тип конституции огонь и вода и в это время какие-то процессы такие простудные поэтому очень редко случается если кто-то летом болеет то либо от переохлаждения либо от того что очень слабый иммунитет не добавляют в питание например продукты по сезону потому что летом очень хорошо можно иммунитет поднять и затем смотрите с конца сентября ну смотря у кого какой климат да я вообще говорю сейчас про россию в основном да про нашу где основном континентальный резко континентальный климат где-то сухой где-то влажный и с конца сентября а начинается вата то есть вата это эфир и воздух а значит это сухая холодная душа сухой холодный тип конституции и если у кого-то еще климат такой не очень холодный а влажный добавляется еще капха то есть если много осадков попадает ну вот в индии например считалось что капха всегда в ноябре очень сильно активно потому что там сезон дождей но у нас нужно смотреть просто по осадкам то есть у кого сколько осадков попадает у нас все таки вот в сибири больше преобладает вата да вот эти месяцы октябрь и ноябрь то есть когда осадков мало и уже резко начинает холодать кстати у нас сегодня в иркутске прекрасная погода мы гуляли сегодня у нас сегодня около 0 градусов и даже без шапок люди еще ходят очень здорово вот и конечно же весной да когда начинается все течь тоже где-то в мае преобладает капха то есть когда очень-очень много воды и тем самым смотрите мы сегодня поговорим про три типа простуды как как это отличается потому что лечить эти типы простуды тоже нужно в ирведе по-разному это очень интересно не все про это знают и мы не говорили еще про простуду ну в рамках трех дождь трех типов конституции поэтому вам понравится сегодня еще будут акции подарки и будет от меня подарочек зимний день с ирведы то есть примерное питание зимой по ирведе чтобы вы могли сориентироваться а для тех кто еще не покупал наши тренинги не знаком с нашими рецептами чтобы он мог попробовать эти рецепты приготовить вот таким образом а вспоминая про вкусы мы всегда говорим что в аюрведе делается упор такой на 6 вкусов сладкий кислый соленый острый горький и вяжущий прошу прощения соленый не очень видно да третий такой синий кружочек это соленый вкус и конечно же вы все знаете да что продукты они ну редко бывают одного вкуса ну например сахар да то есть это чистый вкус сладкий соль это чистый соленый да лимон это чистый кислый вкус уксус да это чистый кислый вкус ну чаще всего вкуса они немножко такие смешанные бывают например апельсин это и сладкий и кислый вкус да груша это и сладкий и вяжущий вкус поэтому конечно нужно учитывать да что в чистом виде не так уж много продуктов которые только в чистом виде Та же самая репа или редька – это и сладкий, и острый вкус. Так интересно. И специи, да, то есть, например, куркума – это и горький, и вяжущий вкус. Есть отличия. И когда наступает зима, вот как никогда хорошо понимать не только какой у вас тип конституции, а какого вкуса вам не хватает, какого вкуса должно преобладать. Очень интересный тест – это трифла, да, то есть мы часто про нее говорим. Ну, трифла – это ировидический препарат в виде порошка или в виде таблеточек. Многие из вас уже знают, кто ходил на последние два моих тренинга платно. И этот препарат, когда вы его кушаете, то есть все ировидические препараты нужно разжевывать во рту. Это важное условие для излечения, потому что именно во рту, когда слюна разбавляет вот этот вот травяной препарат, а кто знает, да, все ировидические препараты, они без оболочек, то есть они в основном все вот такие вот, чтобы разжевать прессованные такие травяные пилюли, травяные таблетки такие, да, то есть травяные такие, как сказать, ну таблетки, да, то есть не знаю, как еще их назвать. И когда вы разжевываете трифлу, вы можете понять, какого вкуса вам не хватает. Нет, Оля, трифла бывает еще в таблетках таких прессованных, для тех, кому очень сложно пить ее в виде порошка. Вот, ну если трифла в капсулах, это хуже, потому что настоящие аюрведические препараты, вот те, которые я рекомендую, шри-шри и аюрведы, я сегодня расскажу, где я их покупаю, они обычно просто прессованные, то есть они не в пилюле. И вот именно когда вы считываете с помощью слюны, в ротовой полости информацию с этого препарата, когда вы разжевываете, то уже начинается процесс излечения, потому что все эти рецепторы, находящиеся на язычке, очень быстро дают информацию в мозг. И вот когда трифла окажется вам горькой, ужасно горькой, это значит, вам не хватает горького вкуса. Когда она вам кажется очень сладкой, возможно, не хватает сладкого вкуса чуть-чуть. И таким образом, кому-то кислая она кажется, да, то есть это изумительный препарат из трех плодов, хоритаки, випхитаки, амалаки, да, там амула, индийский крыжок, еще два препарата очень классных, которые, на самом деле, их очень боятся паразиты, паразиты, вирусы. Они выравнивают все три доши в организме, ну, нужно знать, как ее пить. Вот, и что касается вкусов, посмотрите сейчас на следующий слайд. Следующий слайд. Ну, вообще, порошок, Людмила, мы не жуем, а разводим немножко в воде, трифла. Вот, в воде или в молоке, то есть так ее пить проще, потому что прожевать порошок очень трудно, он вяжущий, горький, да, и, ну, потом смуть это трудно очень, может весь язык такой прям стянуть. Вот, а правда ли, что трифл порошок можно добавлять в яблочный сок? Да можно, конечно, но просто смотря, какая у вас доша. Если будет кислый яблочный сок, и у вас доша пи, то не очень хорошо. Вот, то есть это уже, видимо, специфичная для какого-то типа конституции рекомендация. Да, то есть иногда с медом можно правильно, Светлана. Вот, а сейчас давайте послушаем, да, потому что уже из-за трифла у нас такой ажиотаж появился в чате. Если будете меня отвлекать, то долго до рецепта будем идти. Посмотрите, согревающие, охлаждающие вкусы. Может быть, не очень такая схема удобная, но вы сейчас разберетесь. Смотрите, острый, кислый, соленый, сладкий, вяжущий и горький. И у нас три шкалы. Горячий или холодный вкус, тяжелый или легкий, влажный или сухой. Мы с вами говорили, что доша вата, например, да, то есть люди, которые очень хрупкого телосложения, которые мерзнут часто, суставы у них могут болеть, сухая кожа, может быть, газообразование на какие-то виды пищи. Они, эта доша, ну, то есть качество этой доши сухая, холодная и быстрая, да, подвижная. И, конечно же, ее уравновешивают такие вкусы, как сладкий, кислый и соленый. Сладкий, потому что, смотрите, если смотреть по влажности, сладкий самый влажный вкус, да, то есть третий абзац. Если смотреть по, почему соленый, да, соленый тяжелый вкус, а доша вата легкая, ее нужно утяжелять. Если смотреть на кислый вкус, он горячий. Но если брать все вкусы, то, смотрите, да, острый, кислый, соленый, самый согревающий, а сладкий, вяжущий и горький, охлаждающий вкусы. Сладкий, соленый и вяжущий тяжелые вкусы, а кислый, острый и горький легкие вкусы. Сладкий, соленый и кислый – это влажные, то есть те, которые увлажняют тело, а вяжущий, горький и острый, более сухие вкусы. И как с этим можно оперировать, как понять, что зимой? Конечно же, раз зимой холодно, то нужно избегать большого количества вяжущего, горького, большого количества вот этих именно вкусов. А нужно согревающее что-то, остренькое, кисленькое, соль, да, согревает, это тоже всегда все знали. Также, я пока чат не читаю, можете не писать. Также, смотрите, если у вас тип конституции капха, лишний вес, склонность к образованию слизи, то, конечно же, зимой сладкий, соленый вкус будут еще больше добавлять вам вот этой слизи, потому что это тяжелый вкус, да, Доша капха тяжелая. И нужно будет больше добавлять кислого, острого, горького. И, естественно, да, если вы Доша капха и у вас образуются простуды, лишний вес, у вас образуется слизь, да, это говорит о том, что сладкого, соленого тоже приедать не нужно, потому что это будет давать лишнюю влагу, то есть накопление влаги, накопление слизи. Ну, так вот, тут Ирина по теме спросила, если вата, она постоянно тянет на горькое. Ну, если вата, она постоянно тянет на горькое, то, ну, может быть, просто вы чувствуете, что у вас в теле есть какие-то инфекции, вирусы, паразиты, потому что, ну, это хорошая интуиция, она подсказывает. А, возможно, есть еще немножко пита, потому что когда пита, человек всегда тянет на горькое, чтобы слегка ее охладить. То есть, возможно, у вас двойной тип конституции. Или когда вата капха, да, то есть тоже такое может быть, если капха активизируется, то тянет на горькое и на острое. Вот, если все три доши в равных соотношениях. Так, давайте попозже про это, да, то есть у вас уже прошли конкретные вопросы, а нужно для этого, ну, полностью знать всю картину, да, то есть так просто, ну, нельзя на эти вопросы ответить. Вот, давайте все-таки мы послушаем, да, все, что сегодня я хочу вам рассказать, потому что, может быть, вы получите ответ на вопросы уже в процессе. Марина пишет, можно помедленнее, да, я очень быстрая, да, потому что у меня есть вата, но у вас будет запись этого вебинара, мы ее отправим всем на почту, так что не волнуйтесь. Вот, то есть понятно, да, то есть для того, чтобы зимой нам понимать, какого вкуса должно быть больше, нужно знать природу вкусов. Какие вкусы более горячие, какие более холодные. И вот эта шкала, которую мы сегодня здесь вам показали, она вам позволит понять, какие более горячие, например, более холодные, какие более тяжелые, какие более легкие. Конечно, если у вас тип вата, вы страдаете, наоборот, недостатком веса и очень-очень, как бы, много сухости, да, в вашем теле, то даже зимой вам необходимо сладкого вкуса. Но я всегда говорю, почему мы сейчас вот дали рекламу, да, еще со скидкой нашего курса «Любимые сладости», я всегда говорю, что даже ватам сладкое, для того, чтобы их уравновешивать, успокаивать и утяжелять, сладкое необходимо качественно, то есть более природного. И даже если это сахар, это должен быть сахар-гур, вот как сахар-гур фирмы Сахараджа, самый-самый натуральный сахар, который даже видно, да, что он не может быть рафинированным, не тот сахар тростниковый, который в магазинах подается, это просто крашеный, да, то есть подкрашенный баток, обогащенный. Вот такое понимание про вкусы. И сейчас давайте поговорим про полезные и про вредные привычки зимой. И каждую привычку я немножко расскажу. Аня спрашивает, что делать спортсменам зимой? Может быть, есть какие-то особенности? Да, то есть, в принципе, давайте сейчас про вот это поговорим, полезные иролические привычки, потом, Ваня, задайте мне попозже еще вопрос, потому что, в принципе, спортсменам нужно тоже соблюдать вот то, о чем мы сейчас на этих двух слайдах поговорим. Дальше у них просто, ну, побольше, может быть, нужно будет им белка, побольше нужно будет им витаминов, побольше витамина С, потому что у спортсменов спортом, да, очень много выходит витаминов, может быть, и витаминоз. Даже соли бывает, им нужно побольше, чтобы задерживался калий, да, например, чтобы задерживался натрий для сердца. Вот, где найти натуральный сахар, пишет Галина, фирма Сахараджо. Да, кстати, вы знаете, Сахараджо или Антиохи, посмотрите в интернете, как он выглядит. И меня часто спрашивают, очень много пишут на почту, где вы берете продукты. Я всегда говорю, что я не заморачиваюсь сильно по продуктам. Раньше, да, то есть, когда я начинала заниматься аюрведой, я прямо вот старалась сухофрукты только покупать у сыроедов на специальных сайтах, специально все заказывать. Но, в принципе, вы знаете, я всегда говорю, что вы можете, Вселенная всегда подстроится под вас, было бы намерение. Вы можете сделать простую вещь, простую вещь, просто найти в вашем городе хороший магазин, где какие-то есть эксклюзивные товары, ну, что-то такое, то есть, там, привозят из Европы, да, из зерна для проращивания. Либо это магазин, супермаркет, в котором есть хороший диетический отдел. И поговорить с менеджером по закупу в этом отделе, рассказать, что вот вы хотите покупать, что у вас есть люди, которые тоже питаются здоровыми продуктами, и просто дать им название, может быть, даже где-то по e-mail отправить, скопировать, как выглядят продукты, которые на самом деле настоящие. Вот мы сделали так, то есть, в нашем городе уже, у нас небольшой город, да, то есть, мы живем под Иркутском, у нас всего 300 тысяч жителей. Ну, у нас на сегодняшний день в нескольких местах, в трех местах, как минимум, можно купить все товары, которые используются у меня в рецептах. И как мы это сделали? Мы просто взяли и подговорили людей, наших родственников и близких, тех, кто проходили у меня мастер-классы, мы просто, ну, у Антиохии есть разные продукты, вот Сахараджа, посмотрите, Сахаргур, Сахараджа называется. Вот, и мы подговорили этих людей, чтобы они приходили в этот магазин, где хороший диетический отдел, и спрашивали, а у вас есть Сахаргур фирмы Сахараджа? А у вас есть кленовый сироп, заменитель сахара? И через какое-то время, не быстро, месяц, два или три прошло, эти продукты стали там появляться. Если спрашивают, да, то передают постоянно менеджеру по закупу. Ну, я выходила прямо на менеджера по закупу, давала ему список этих продуктов. Если спрашивают, то магазин всегда купит, даже если это будет лежать там, ну, для статуса магазина. То есть есть вот такие магазины с такими закупчиками, которые стараются держать статус. Сиропы топинамбура тоже очень хорошо. А сейчас мы как раз про заменитель сахара поговорим, Лена. Итак, что зимой нужно делать, чтобы не болеть? То есть мы сегодня будем говорить, как лечить простуду. Но сначала поговорим, а что же делать, чтобы вы, чтобы ваши дети, ваши близкие не болели? Потому что скажите же, вот, ну, верно же, поставьте мне плюсики, если вы согласны, что лучше питаться так, чтобы пища была уже лекарством. Если вы согласны, ставьте плюсики в чат, чтобы пища была уже лекарством, чтобы вам не пришлось вообще лечить простуду, не пришлось болеть. И вы знаете, да, я всегда говорю, что с переходом на эрвеническое питание, уже пятый год пошел, как наша семья так питается, у нас практически не бывает простуд. Но я всегда честно говорю, что у дочки бывает, но проходит быстро, потому что она ест вне дома много сладостей, ну, и мы не запрещаем. Она сама видит, когда она переела шоколады или чего-то еще, и, как правило, она сама просто уже меняет немножко питание свое. Да, я вижу, что согласна, здорово. Поэтому слушаем внимательно полезные аэрвенические привычки. Первая привычка – есть пищу, богатую праной. Пища, богатая праной, это та пища, которая как можно более натуральная, то есть которая без добавок, без ешек, без всяких, да, которая от природы, это овощи, фрукты, это крупы. Кстати, про крупы был вопрос, почему крупы сладкие. Да, действительно, в основном крупы, они сладкие, но у них есть еще вяжущий вкус, пресный. Да, то есть слышали такое, ну, вот как есть крупу, например, если не посолить ее, она пресная. Но много круп, таких как пшеница, рис, у них есть сладкий выраженный вкус. Поэтому эти крупы, они полезны очень ватам, да, то есть ватам, которым не хватает этой энергии земли и сладкого вкуса. Да, Надежда пишет, после семинара Тахира пища стала лекарством, не болей. И у нас также была Надежда, да, то есть у нас все началось со знакомства с Тахиром. Многие знают эту историю. После знакомства с Тахиром у всех пища становится лекарством. Ну, кто может, конечно, победить вредные привычки какие-то. Итак, пища, богатая праной, это крупы цельные, да, злаки, нерафинированная пища. Это цельные масла и маслоди, это свежие молочные продукты, это также продукты пчеловодства, это фрукты и сухофрукты, овощи, зелень, да, очень важно зелень немного употреблять. Это мед, это также семена, такие как кунжут, гречка, проростки, да, очень богатые праной. И мы всегда говорим, что мы употребляем проростки. Тахир Хайеров, это мой учитель, первый мой учитель по эволюционной кулинарии. Также это, конечно же, различные, не только фрукты, сухофрукты, но и соки, это смузи, которые вы делаете. То есть все, что в основном растет под солнцем. Ну и корнеплоды тоже, да, из овощей, потому что зимой больше, конечно, корнеплодов в России нам приходится кушать. Вот, отвлекаете меня, да, пишите про запись. И пища, богатая праной, она всегда дает вот этот блеск в глазах. Почему люди, которые питаются по аюрведе, их видно? То есть не просто вегетарианство такое, знаете, скудное, да. То есть когда я помню, что я не знала про аюрведу, я соблюдала Великий пост, 45 дней, да, вот этот православный. И у меня не то, что глаза не блестели, у меня вообще энергия на нуле была, потому что я не знала, как правильно, как балансировать рацион. Не было таких знаний. И, конечно же, когда вы питаетесь по аюрведе, и вы правильно, вы изучаете, да, то есть где брать продукты, то есть какие продукты, как сочетать, и не едите несовместимых продуктов, например, молоко и фрукты, да, то глаза ваши светятся, энергии много. И даже если вам от природы не дано хорошее здоровье, не дано много энергии, с помощью пищи, богатой праной, вы можете вот этот отжас, да, вот эту вашу внутреннюю энергию, силу, вы можете его как бы получить извне, от Творца, потому что вся пища, богатая праной, это пища, выращенная под Солнцем, а Солнце – это очень такая сильная энергия Творца. Вот. Вторая привычка – повышать вибрации пищи. Вот сейчас скажите мне, раз вы тут все такие продвинутые аюрведы, какой самый простой способ повысить вибрации пищи, чтобы они были позитивные? Даже если вот, скажем, ну вот вы не уверены, пища какая-то с нитратами, там, да, пусть это овощи, фрукты, но с нитратами, даже если это, так скажем, пища, которая, ну, неизвестно, когда собрана, там, картошка через полгода уже вообще все витамины почти, да, теряет. Вымачивать в воде – классно, а еще как? Есть еще более крутой способ пропеть, он пишет, Яна молодец, да, прочитать молитву, готовить с удовольствием, да. Да, то есть, да, и Юля тоже права, вы все правы, готовить с любовью пищу, это уже 50% ее вкуса будет, да. И также, конечно же, вымачивать можно, да, вымачивание снимает негатив, то есть, если пища, когда ее готовили, когда ее транспортировали, грузчики там матерились, например, они напишут, не заворачиваться, тоже верно, то есть, когда вы вымачиваете, вы снимаете водой негатив. И мы во всех курсах обучаем, да, как именно вымачивать, сколько фруктов, сколько овощей, сколько зелени. Но самое важное – это готовить с любовью. И если вы владеете способами, как благословлять пищу, повышать ее вибрации, трансформировать, то это вообще будет просто супер. Вы знаете, сейчас вот со 2 ноября, вот поставьте мне плюсики, кто это заметил. Со 2 ноября очень сильно поменялась энергия. Сатурн находился в очень хорошем своем знаке, в знаке экзальтации, в весах. Это было долго, с сентября. Юпитер в экзальтации, Сатурн в экзальтации, то есть, это две планеты, которые очень важны для ощущения счастья. Юпитер – это вообще удача, благосостояние, счастье. Сатурн, если Сатурн не очень хорошим в знаке, то всегда все люди чувствуют. То есть, это очень холодная, тяжелая планета. И со 2 ноября он перешел в знак Скорпиона. Скорпион, вы знаете, это такой мистический знак, кармический знак. И у многих сейчас пошли кармические такие отработки. Особенно это действует на тех, кто питается пищей небогатой праной, кто не благословляет пищу, у кого вот, кто не умеет вибрации вот эти искусственно повышать. Потому что даже когда идет влияние извне вот этих планет, повысив вибрации пищи и покушав такую пищу, сейчас секундочку, вы можете от этого влияния негативной планеты просто избавиться. Вы просто его не почувствуете. То есть, поднимая вибрации в теле, вы поднимаете свою энергетику вообще вверх, то есть к верхним чакрам. И вы тогда не так чувствуете вот эти все провокационные вещи. То есть конфликты, когда карма возвращается в конфликты. То есть вы не так сильно от кармы зависите, от какой-то, да, от курдовой, от общей, от семейной. Вот, поэтому изучать, как благословлять пищу, обязательно, обязательно нужно. У нас есть это практически во всех курсах наших, ну, если вы не знаете, скорее всего, вы еще не покупали, да, наши курсы. И это молитвы, да, то есть это русские молитвы, можно даже отче наш. Есть очень хорошие молитвы вот в этой книге. «Питание в благости. Молитие синильников». Она везде продается, ну, рублей стоят, 70 стоит. Вот там есть вообще две страницы целых, как благословлять пищу. Родовые есть молитвы такие хорошие, очень. Слава Богу, слава Роду, там, ну, красивые очень такие есть молитвы, есть короткие очень. И я использую молитву ведическую, очень такую хорошую молитву. Называется, начинается «Ом Брамар Панам». Ну, кто был у меня на курсах, знает, и Надежда тоже знает. Надежда Петрос была у меня на курсе, поэтому знает, как благословлять, да, то есть есть много. В принципе, вы можете еще зажигать просто свечу, когда вы готовите пищу, и представлять, как будто вот энергия солнца, энергия Творца на вашей кухне помогает вам готовить эту пищу. То есть вот это такой самый простой, кто не очень там верит в молитвы, мантры. Главное, с любовью, да, с любовью, с улыбкой, чтобы не был включен телевизор, чтобы не работал, чтобы вы не разговаривали по телефону. Никаких сотовых телефонов на кухне не нужно вообще. Никаких телевизоров включать не нужно, да, потому что все это, пища, так же, как мы, она в основном из воды состоит, и все это меняется. Кто еще не совсем понимает, да, то есть что, когда готовишь пищу, нужно думать только о хорошем, говорить о хорошем, почитайте Масару Эмото «Тайные коды кристаллов льда». Или посмотрите «Великая тайна воды», да, то есть два фильма такие, которые на ОРТ показывают. Я не знаю, как это стало, да, и на РТР, но на Компецентральном канале. Микроволновка полностью все вибрации в пищу убивает. То есть микроволновая пища, даже если пища богатая праной, прану убивает. То есть это пища со знаком минус. В Европе давно уже отказались от подогревания микроволновок, только в России еще это осталось. Вот, следующее, замачивание, мы уже сказали про это, замачивать крупы, боболы, фрукты. Следующее, добавлять в пищу проростки. Но здесь обязательно обратите внимание, кто у кого тип вата или двойной пить вата-пита, вата-капха, зимой поаккуратнее с проростками, ведь они сырые. Их лучше зимой готовить на пару или очень хорошо измельчать. Мы делаем лепешки из проростков пшеницы, мы делаем ореховый соус, да, такой ореховый майонез, например, из проростков гречки. То есть, проростки это грубая пища, которую либо нужно очень хорошо жевать, либо перемалывать, то есть делать блюда, где они перемалываются. Вот, а на какое время замачивать, спрашивает Наталья, это у нас есть в курсе секрет здоровья. То есть, там прямо таблица. Сегодня у нас не та немножко тема. Сейчас Александр попросил, может быть, он отправит ссылку. С секрет здоровья или основы эргетической кулинарии. То есть, там подробная информация вообще, это азы, то есть, я так понимаю, что вы еще не знаете, да, то есть, ни один курс наш не покупали. Вот, только что Алена рассказывала, где приобрести продукты, спец или приготовление пищи. Что я не заморачиваюсь этим, и просто в диетических отделах заказываю, чтобы туда в магазин привозили все это. То есть, нужно делать так, чтобы вам было удобно все. Чтобы рядом с вами, в вашем городе, в магазине, где есть диетический отдел, они просто, понимаете, они не знают там, что покупать. Вы приходите и рассказываете, что вот так-то, так-то, ну, можно покупать, можно заказать, это будет лучше, и будут люди, которые, вы скажете, я буду все время покупать, буду приводить людей, которые тоже у вас будут это покупать, и все. Я еще не говорила, что нельзя кушать лук и чеснок, откуда у вас, вон, такой вопрос. И если вы задаете вопросы не по теме, то, пожалуйста, как бы не отвлекайте меня, да, потому что тогда мы часа три будем сегодня доходить до рецептов лечебных. А про лук и чеснок я скажу попозже, не торопитесь. Вот, также замена сахара на мед. Много было очень вопросов, да. Лекции Тарсунова слышали, правильно, да, то есть лук и чеснок – это низкие вибрации, но зимой они хорошо заземляют ватт, то есть если вы вата, и у вас сильно пошел холод, можно лук и чеснок поесть. Но единственное, я всегда рекомендую пропаренном или тушеном виде употреблять их, да, то есть даже если в суп на пару вы добавляете, то немножко пропарить их и взбить вместе с бульоном, да, и потом добавить в суп, потому что в сыром виде лук и чеснок – такая очень энергия томасичная. И они заземляют энергию на нижних чакрах. То есть если у вас наоборот на нижних чакрах не работает, да, то есть если вы женщина, у вас нет влечения, то есть снижение либидо пошло сильно, сильно ушли там в духовность, например, либо, ну, с мужем, да, то есть обычно проблемы у женщин такие бывают, либо вы чувствуете сильно холод, да, то есть такое, постоянно мерзнете, либо очень-очень беспокойный ум. Вы можете немножко заземлиться с помощью лука и чеснока, но постоянно употреблять их каждый день аэрведы не рекомендуют. И я тоже этого не делаю, хотя, так как я вата капха, у меня бывает такое, что, ну, меня тянет прямо. Я возьму и покушаю. Но в сыром виде я не могу, потому что, ну, зеленый еще лук могу, потому что все-таки очень такая энергия. И потом невкусно, да, то есть во рту вот это все вот как-то стоит. В аэрведе есть имбирь сушеным и в сыром виде, который прекрасно заменяет чеснок во всех блюдах. То есть очень-очень вкусно. И асофетидо, это специя, которая дает лук, чеснок. Алена пишет, я живу в Германии. Вот как раз в Германии, Алена, все можно приобрести. То есть у меня очень много клиенток из Германии, консультации проходят. Вот там вы можете, вам просто нужно знать, как это называется по-немецки, там, да, вы можете в онлайн, в интернет-магазинах. Просто по поиску набирайте и ищите. Вам нужно просто знать на немецком языке, как это называется, и поисковики хорошие. Это я вам не посоветую, потому что я не выйду даже, знаете, поисковики из России. В Германии тоже очень много людей, занимающихся аюрведой. У нас даже есть там Бат Антагаст, город такой, есть даже аюрведический центр, то есть центр йоги. Поэтому 100% там в магазине тоже есть. Боже, как сложно, пишет Мария. С вами виноваты, задаете вопросы сложные, да, про лук, чеснок. То есть сегодня у нас не такая тема. Вот, мы говорили про сахар. Чем заменять сахар на мед? Чем заменять сахар? На мед, да, можно заменять. Можно заменять, только мед мы не нагреваем сильно. А можно также заменять стевию. Кто любит стевию? Я стевию не люблю. Она мне кажется похожа на солодку, привкус такой. Но многие заменяют. Есть виноградный сахар, такой белый прозрачный сахар. Есть кленовый сироп. Ну, веды говорят, что пить сок деревьев не очень, как бы, по ведам, да, то есть, что деревья это такие, ну, существа, пить сок не нужно. Но, ну, если сильно не заморачиваться, иногда все-таки можно кленовый сироп употреблять, он очень вкусный. Если вы хотите прям все по ведам, то тогда сироп топинамбра, виноградный сахар, мед, и вот тот сахар гур, про который я говорила, он так и называется, индийский сахар гур. Бывает еще неплохой кокосовый сахар, но дороговатый. Он здесь у нас в России, вот в Таиланде он намного дешевле. Бывает также финиковый сахар, такой сироп очень вкусный. Бывает сироп агавы, сироп агавы. Бывает также, ну, вот это вот то, что в России можно купить на сайтах. Остальное такое, как солод, солодовый сироп, да, то есть очень вкусный такой, финиковый сухой сахар, да, из сушеных фиников. А также рисовый сироп, вот это уже в России потруднее купить. Также бывает еще сироп кэраба, сироп кэраба. Патока, да, еще бывает. То есть вот это все заменители сахара полезные. С тростниковым сахаром можно только гур, про который я уже писала. Сахар гур, фирмы Сахараджа. Он такой темный, но берите просто в гугле, посмотрите картинки, вы сразу поймете, что это самый натуральный сахар. Вот Александр может еще будет помогать, написать, ну, когда спрашивают такие вот вопросы. Вот, как отличить хороший мед от разведенного? Ну, наверное, лучше иметь поставщиков меда или на рынке тех, которых вы хорошо знаете, да, уже, то есть это также по молоку, то есть покупать всегда от той коровы, которую вы знаете. А в принципе никак вы не отличите, потому что нужно просто знать поставщиков. И мед лучше брать местный, то есть тот, который от тех трав, да, пчелы собирают от тех растений, которые в вашем регионе растут. Или, по крайней мере, близко, да, то есть не какой-то там заморский мед и не баночный, там, магазинский, который неизвестно откуда. Вот, дальше, какие еще полезные эргетические привычки? Свежеприготовленная пища всегда сохраняет прану 5-6 часов примерно, потом она становится старой и дает токсины. Особенно нельзя подогревать рис, да, то есть крупы различные, но рис вам становится токсичным, если вы его подогреваете еще несколько раз. Зимой нужно пить только теплое. Если вы вата, можно горячее. Людям типа пита, огненным, только теплое. Холодное пить не нужно, да, потому что зимой вообще это очень сильно замедляет обмен веществ. Пока что чат не читаю. Давайте договоримся, что вопросы вот такие вот, которые вообще не по теме, вот сейчас некоторые вижу, давайте их в конце зададим, потому что, может быть, я отвечу на ваши вопросы. Мне пишут, что потом очень трудно слушать, да, такие записи, потому что я отвлекаюсь. Стараюсь бы всем вам услужить, всем ответить. Вот, также смотрите, заниматься спортом. Почему зимой заниматься спортом полезно? Во-первых, это укрепление сердца, да, то есть кардионагрузки, когда вы, это может быть не обязательно какой-то прям спорт, это могут быть танцы для девушек, для женщин, это может быть, так скажем, как вылетела от головы, это может быть просто ходьба, то есть когда вы ходите, вот я очень люблю прямо вот, ну, не брать машину, да, хотя водитель тоже, а просто вот взять, пойти вот в какую-то точку, куда мне нужно прибыть навстречу, много-много-много остановок, пойти пешком, одеваю удобную обувь, спортивный костюм, тепло одеваюсь и просто иду. И вы знаете, что вот когда вы ходите пешком, это очень классная прокачка лимфы, и вы при этом не устаете. Да, прогулка вместо автобуса, например, до места работы и обратно. Просто когда я это делала, вот работала где-то в офисе, где нужно на каблучках, там, да, в форме, я просто брала одежду с собой, либо оставляла на работе одежду, в которой переодеваться. Вот, а также, также, что еще дает занятие спортом? Очищение лимфы. Наша лимфа, она наш защитник. А в нашей лимфе как раз находится, то есть туда уходят все вирусы, паразиты, особенно межклеточные различные, да. И если лимфу мы постоянно не чистим, не прокачиваем с помощью пота, пропотевания, с помощью упражнений, то больше никак прокачать ее невозможно. Можно, конечно, пить специальные БАДы, делать очистку лимфы, но так как занятие спортом и потение, вы ее не очистите. Поэтому, конечно, в аюрведе, панчикарма, да, ведическая процедура очищения, всегда включает в себя пропотевание, сведанное называется, да, то есть специальные такие фитосауны, да, есть в аюрведе, когда вот это вот потение делается. И упражнения, да, некоторые такие тоже делаются. Упражнения, массажи есть специальные на потении. Поэтому обязательно что-то нужно делать, ну, хотя бы там 3 раза в неделю, какой-то спорт такой, да, или прогулка, чтобы пропотеть. Я еще кручу обручь, потому что вы знаете, что лимфа, она как раз вот здесь вот, в районе солнечного сплетения, у нее центр. Если вы хорошо... Почему виды спорта, такие как йога, да, мягкие, где очень много растяжек, скруток в районе живота, они тоже прокачивают лимфу. И я еще кручу обручь, у меня такой тяжелый обруч, который мягкий такой, обмотанный такой, ну, приятной тканью, но тяжелый. И я его кручу по 300 раз туда и обратно, и это всего минут 10 занимает, а на самом деле за это время у тебя уже даже пот выступает. Да, то есть очень классный такой женский способ. Плюс еще нижние чакры хорошо раскручиваются, да, потому что там у нас наш как бы центр, да, женских удовольствий, чувственности, да, восприятия. Вот. И также занятия спортом, как вы все знаете, дает выброс эндорфина в гормонах, это дает радость, а значит, ваша энергия поднимается вверх, любовь, вибрации любви, вибрации такого, скажем, радости, да, то есть такое ощущение комфорта. И, конечно же, вирусы, паразиты, они все на нижних вибрациях, они этого не выносят. Поэтому это тоже полезная привычка зимой заниматься спортом каким-то, да. Но не забывайте, что спорт должен быть такой, чтобы вам хотелось туда идти. Если это такой фитнес, куда вы приходите, а обратно вы ползаете, и потом ваше тело ищет отговорки, ваш ум ищет отговорки, а тело даже заболевает, лишь бы только не идти на этот спорт. Такой спорт, он, конечно, называется насилие просто, да. Особенно те, кто типовато. Уменьте в виду, что ваш спорт должен вам очень нравиться. И вам лучше, конечно, гулять на природе и танцевать. И также обязательно бывать на свежем воздухе. Ну, конечно, если 30-40 градусов, там, как в Хабаровске, то, конечно, в такую температуру, может быть, ну, совсем чуть-чуть гулять, да, и хорошо одеваться. Как говорится, сибиряк – это не тот, кто тепло одевается, не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается, да. Но в другую погоду, там, до 20-15 градусов, обязательно, обязательно занимайтесь прогулками. То есть бывайте на свежем воздухе, выезжайте хотя бы раз в неделю с семьей или просто гуляйте до работы с работой, но только не вдоль оживленной магистрали. Тогда вы будете вдыхать, иначе еще, ну, различные, так скажем, выхлопные газы, да, тяжелые металлы. И также полезна сауна и массаж теплым маслом, обьянгом. Про все вот эти процедуры и кому какой вид спорта проходит, у нас недавно было в тренинге «Разреши себе стать здоровой». Сейчас я вам дам ссылочку на него. Сегодня у нас на него промокод будет. Мы сделали такие штучки, называются промокоды. Теперь вы сможете на онлайн-вебинарах, на онлайн-вебинарах вы сможете получать вот эти промокоды, и, пользуясь этими промокодами, вы можете покупать курсы намного дешевле. Так, сейчас, наверное, ссылка... А, нет, ссылка работает, да, все хорошо. То есть сегодня у нас промокод называется «Р30». То есть вот этот промокод «Р30». Кто хочет побольше знать про свой тип конституции, при заказе, когда вы делаете заказ, вы вводите «Р30», и у вас на 30% ниже цена. Да, или на запись будет. И я еще расскажу, кто сегодня подарки получит. Вот, обязательно будут сегодня подарки. Также у нас есть, конечно, раз полезные привычки, аэрведические, значит, есть еще не полезные. Промокод на секрет здоровья. Сегодня птица у нас нет пока. Александр не дает нам такой промокод. Это не мой курс, да, это курс Тайк-Пехира. Со скидкой. Вот Александр обещал нам ссылку со скидкой на секрет здоровья. Еще, видимо, есть. Да, если вы заметили, мы уже убрали распродажу, да, то есть у нас больше нет скидок. И по скайп-консультации тоже у нас закончился антикризисный пакет. Больше консультаций по полторы тысячи не будет. У меня уже до декабря все расписано, к сожалению. Ну, к сожалению, может, и к радости, да, то есть кому как. Но консультации теперь опять будут стоить дорого, потому что, ну, я просто не в состоянии физически, да, то есть все консультации проводить. Вот. И мы постараемся все-таки делать на них какие-то промокоды, какие-то акции, да, то есть, ну, уже те, кто не успели заказать, кто хотели на консультации, сейчас уже по той цене консультации не будет. Вот. Что не полезно зимой? Есть много мясного, молочного, мучного. Вся эта пища, она тяжелая, маслянистая и не имеющая праны. То есть в этой пище мало праны. Ну, молочная, в нем есть прана, да, но пища это тяжелая, да, то есть тяжелая и жирная. Поэтому, когда мы кушаем много вот этого зимой, естественно, мы поправляемся, естественно, мы начинаем болеть. Особенно вот мясо, мука и избыток молока. То есть все вот эти продукты, они, получается, могут засорять кишечник, да, толстый. Затем, как я уже рассказывала на вебинарах, токсины поднимаются вверх. И когда они уже засоряют лимфу и доходят до верхних отделов наших, легкие, да, пищевод сначала, желудок, желудок, потом пищевод, легкий. То есть тогда уже у нас идет вот эта слизь и начинается простуда. И когда, смотрите, вы охлаждаетесь, переохлаждаетесь, вы думаете, вот я простыл, потому что я переохладился. Или ребенок простыл, потому что он замерз, и пытаетесь кутать ребенка. На самом деле нет. Под воздействием холода просто лимфа начинает вытаскивать весь этот гной, всю эту слизь, которая накопилась от неправильного употребления продуктов, неправильных сочетаний, или от переедания пищи, которая вашему телу не подходит. И под воздействием холода вот этот гной весь или слизь, да, то есть у кого как, начинает выходить из тела. И простуда на самом деле это хорошо, то есть когда организм засорен, потому что через простуду все это вытаскивается наружу. Это уже давно рассказывают не только аэробетические специалисты и врачи тоже, что глушить вот эту слизь, которая выходит, не нужно, да, то есть можно помогать, можно подсушивать природными средствами, травами и специями и определенным сочетанием продуктов, да, мы сегодня поговорим, а глушить вот эту слизь, вот как, знаете, есть такие, я бы, как это называются, но я уже давно не пользуюсь просто лекарствами, есть такие вот различные закапывалки в нос, да, которые резко там сужают сосуды, слизь перестает идти и все это остается в лимфе. Поэтому так лучше не делать, да, то есть лучше использовать натуральные средства. Вот, и что еще плохо зимой? Так как зимой вата и капха, да, капха это тяжелая, холодная, маслянистая дожа, вата это сухая, холодная, подвижная дожа, легкая, то есть много сырого, сухого и холодного, ну, в принципе, вообще всегда не очень благоприятно, но если вы зимой кушаете, много сырого, много сухого, сухие продукты, там, всякие хлеб, чипсы, закуски, там, какие-то в виде, там, печенья, да, различных, много очень хлебцев, то все это тоже может способствовать тому, что будут идти токсины и будет простуда. И холодная, да, то есть самая главная причина, я говорила, вот у меня есть знакомый китайский врач, и он говорит, что работает давно уже в России, много лет, и он говорит, что в России у женщин очень часто мастопатия, у молодых уже сегодня, да, он говорит, и сбой гормональный от того, что много едят пищи, как он сказал, прямо из холодильника, и много едят молочных продуктов пастеризованных, ультрапастеризованных, это дает именно застой такой вот лимфы и образование различных явлений таких вот опухолевых, да, мастопатии и различные вот эти опухоли по женской сфере. Ну вот грудь, в первую очередь, он сказал, да, страдает, когда мы едим из холодильника. Как говорит мой гуру, да, Штиширири Шанкар, мой гуру в йоге, что если бы у человечества не было холодильников, то здоровье сохранялось бы намного дольше, лучше. Что с появлением в холодильниках и печей, да, микроволновок, именно большое количество заболеваний, да, началось, что действительно наши приборы, вот эти, да, которые мы себе окружили, иногда они нашими врагами становятся. Также есть пищу прямо из холодильника, и пить холодные напитки, есть мороженое. То есть мороженое, это, конечно, запретный продукт зимой. Лучше заменять его десертами, такими, как вот у нас в курсе сладости, суфле, панакотами различными. Дети вот с удовольствием все это кушают вместо мороженого, то есть готовить самим сладостям. Как уже говорили, вести малоподвижный образ жизни, да, когда лимфа застаивается, и это приводит к тому, что ваша лимфа перестает бороться с вирусами, с различными микробами, паразитами, да, потому что лимфа, она основной наш такой вот помощник, где вот, ну, как раз вот сила нашего иммунитета в ней содержится. И низкие вибрации, низкие эмоции, эмоции с низкими вибрациями, когда мы печалимся и злимся. Что за продукты, которые повышают вибрацию, которые снижают? Об этом я всегда говорю, поэтому много говорить сегодня про это не буду. Это три вида продуктов. Первый, номер один, это пища типа тамос, избыток мяса, молока, яиц, мясо пастеризованного молока, ультрапастеризованного, да, то есть молочный продукт, который уже такие убитые, то есть, да, который уже, ну, не содержит праны. Они дают вот такое состояние тамос, да, а зимой вообще, вы знаете, когда природа засыпает все, когда уже нет зелени, солнышко уже по-другому светит, зимой вообще энергии тамос очень много, поэтому особенно важно зимой последить за своим питанием. Второй вид продуктов, это продукты типа раджес, вот они как раз часто дают состояние острых таких заболеваний, резко там ангина началась и стрессовых, то есть заболеваний, связанных со стрессом, потому что такие продукты, как кофе, белый сахар, алкоголь, избыток белой муки, они создают состояние, когда мы не совсем правильно видим мир, не совсем правильно реагируем, то есть наши эмоции искажаются, и таким образом получается, что мы сами же приводим себя к болезни из-за стресса, то есть вот эта пища номер два, чуть не быстро нас приводит к стрессу. И, ну, все, наверное, замечали, вот кто замечал, напишите, пожалуйста, ребят, кто замечал, что после кофе в ближайшие же два часа ум становится беспокойным? Я замечала, потому что я вообще кофемамка бывшая такая очень, и после кофе получается у меня такой всегда был, как будто вот, ну, ну, такой, знаете, поток мыслей очень бурный, надо что-то делать, надо что-то делать, куда-то ближайшие что-то делать. Замечали, да, то есть этот продукт типа раджес, потому что, и самое неприятное, что потом он приводит в состояние тамос первое, то есть идет интоксикация очень сильная, и разрушающее действие на женскую красоту, потому что создает гиперэстрогенизм, то есть эстроген, когда его много становится, этого гормона, у нас получается, портится кожа, у нас отвисает все, как бы, да, целлюлит образуется, и раздражительность появляется. Это очень плохо, потому что это вообще так влияет еще и на либидо наше, что мы уже ничего не хотим, то есть у нас такое вот состояние. Чай, черный чай раджес, и зеленый чай крепкий ферментированный тоже раджес, но немножко получше, потому что зеленый чай еще антиоксидант. Алена пишет, после кофе хочется спать. Да, потому что кофе ломает сосуды, сначала оно повышает давление, через час где-то примерно резко снижает давление, и те, кто любит кофе, у них варикоз, да, то есть варикозное расширение вен, и аритмия, то есть сердце пьется неровно. Это вот только от кофе может быть. Вот, а как отучить себя от кофе? У нас есть курс такой, целебные эргетические напитки. Ну, самое простое, то есть это пить цикорий, то есть то, что с горьким вкусом, скорее всего, у вас тянет на горький вкус. Цикорий, кероп, да, есть такой заменитель шоколада, похожий на кофе, и зерновые напитки такие есть, типа утро, фирма утро, зерновые напитки из ячменя, ржи, такие зерновые напитки кофе давали нашим детям в садиках, насколько я помню, сейчас не знаю, дают или нет. И когда вы больше повышаете вибрации вашей пищи, больше кушаете пищу номер три, то, про которую я говорила, богатые праны, то есть это зерна, зелень, овощи, фрукты, семена, бобовые, орехи, молочные, свежие продукты в небольшом количестве, да, то есть их всегда меньше должно быть все равно, чем тех остальных. Тогда вам легче вообще отказаться от всех вредных привычек. Вообще опыт наших клиентов, то есть те, кто начинают питаться по Айурведе, без насилия отказываются от алкоголя, от табака, от кофе. Ну, здесь я тоже прошу всегда учесть, девушки, женщины, потому что у вас больше всегда приходят на вебинары, что не нужно об этом говорить своему мужу сейчас уйти, а лучше просто готовьте ему больше вкусной пищи, добавляйте, да, параллельно с тем, что он любит, с шашлычком там или с чем он, что он любит, добавляйте благостную пищу и начинайте со сладости, да, то есть мы всегда говорим, что со сладости проще всего начать, все любят сладости. Начинайте делать благостные сладости и добавляйте специи, корица, куркума, шафран, имбирь, мускатный орех, вани, афродизиаки. И тогда человек, у него по-другому совершенно вибрации идут в уме, и у него не будет тянуть на вот эти стимуляторы искусственные, кофе, табак, алкоголь, да, то есть нужно идти не на насилие, да, то есть не на страхе запрещать себе все это делать, а на замещении, то есть вы замещаете, изучаете, как делать благостную пищу, как ее готовить, с чего, и добавляете это постепенно в свой рацион. То, что резко переходить на вегетарианство, на сыроедение, да, на все вот эти системы, я тоже не рекомендую. Я переходила резко, и я помню, что, ну, такое состояние было немножко, организм перестраивался месяца-два, да, то есть давление снижалось, потому что, ну, не знаю, пища, она повышает давление. Вот. Пища номер один, номер три холодная, пишет Оля. Спасибо, что вы это написали. Но есть способы приготовления, да, Оля, как готовить такую пищу. И сегодня вот меню вы получите, один зимний день с Айурведой, меню на целый день. И вы увидите, что там обработка пищи. То есть пища зимой, даже зелень, у нас есть там рецепт, как зелень обрабатывать, тушить ее с овощами, с сыром току или с сыром панир, и как это готовить. Потом вы используете согревающие специи, и вы используете способ приготовления. Ну, мы сейчас до этого дойдем на пару. Вот такая пища, да, я напомнила просто вам трех видов пищи, и каждый из них имеет свои вибрации. Мы говорили, что хлеб, дрожжевой хлеб, он тоже природа раджес. И вот эта вот картиночка, да, где я с бездрожжевым хлебом, такой хлеб я научилась печь у Гавриила и Татьяны Ждановых. Татьяна и Гавриила Ждановых. Есть такая семья у нас в Иркутске, замечательная, которая уже, по-моему, всю Иркутскую область, и не только Иркутскую обучила печь бездрожжевой хлеб. Они специально ездили по различным деревням, поднимали все эти традиции, опрашивали бабушек, старожилов. Бездрожжевой хлеб на ржаной, на пшеничной закваске, особенно на ржаной, вот я готовила, можете научиться тоже. Вот такая ссылка, заходите, посмотрите, у них есть подписка, и вы можете даже скачать бесплатные уроки, как делать хлеб на хмелевой закваске. Этот хлеб, он не разрушает здоровье, потому что, вы знаете, дрожжи все равно ферментированная пища, немножко нам нужна, там витаминная группа В есть хорошая очень. И вот такой хлеб, он сам по себе легкий, там используется специи. И также этот хлеб не разрушает здоровье, потому что дрожжи, да, промышленные, спиртовое брожение создают такую среду, что у вас получается, у вас, у ваших детей дисбактериоз. Поэтому, если вы не готовите такой хлеб, не хотите его готовить, хотя бы готовьте хлеб, вот который мы сегодня дадим лепешки на сыворотке, да, хотя бы на соде готовьте хлеб. Либо есть лепешки чапати, лепешки из проросков, либо самый вариант для самых ленивых, это хлебцы, да, цельнозерновые хлебцы без дрожжей. Смотрите внимательно состав упаковок, потому что есть хлебцы, которые содержат дрожжи. Я видела такие немецкие, видела там типа Pfizer. Поэтому, смотрите, вот есть такая фирма, хлебцы молодцы. Вот я их беру, там ржаные, гречневые, кукурузные. Дети хорошо, хорошо их едят. Можно тортик из них делать, такой быстрый. Вот. В одно время Марина пекла без дрожжей хлеб, но она стала толстеть, пришлось прекратить. Да, наверное, вы использовали много специй, возбуждающих просто огонь. И кушали его много. Переедание всегда плохо, да. То есть, я думаю, что вы просто такой вкусный хлеб Марина пекли, что просто его переедали. Я тоже, кстати, стараюсь такой хлеб нечасто печь, потому что у нас тогда мы слишком много едим хлеба, а зимой вообще стараюсь, ну, поменьше вообще хлеба, а побольше круп. Если тянет на хлеб, вам не хватает круп. Скорее всего, у вас работа связана с умственной деятельностью, с интеллектуальной. Для этого всегда нужны крупы. Кто Тарсунова слушал, доктора Олега Геннадьевича, вы знаете, что крупы, они восполняют наше тонкое тело ума. И если вас очень патологически тянет на хлеб, а хлеб это все равно сухой продукт, то добавьте просто в ваш рацион хотя бы раз в неделю что-то из круп. Сегодня тоже у вас такой будет рецепт, где крупы, да, будут присутствовать. И поэтому плов, по-моему, там с пшеном будет такой, с овощами. И когда вы готовите крупы на пару, вы мачиваете их, да, сначала убираете этот крахмал из них, да, промываете хорошенько. Готовите на пару или на низкой температуре, на плите, да, на маленьком огне, либо в мультиварке, да, но я не очень приветствую мультиварки, особенно с тефлоном, да, лучше тогда с керамикой. И лучше на пару, потому что на пару температура низкая, а в мультиварке там высоковатая. Но все равно можно, да, то есть там вкусные получаются крупы. И вот когда вы едите вот такие супчики с крупами, пловы с крупами, каши на воде, да, не на молоке, потому что не очень сочетается, то тогда вас меньше тянет на хлеб. Вот в нашей семье так отучались от хлеба, стали побольше крупы. Причем для мужчин, для мужчин зимой особенно, очень полезно побольше есть круп, сила будет, да, пшеничная крупа, отрабленная гречка, ячменная крупа, овсяная крупа, то есть эти крупы дают очень много силы. А мы в основном в России едим картошку. Картошка, в принципе, тоже неплохой овощ, но у него есть такая проблемка небольшая, много крахмала. И вот это вот большое количество крахмала создает плохую сочетаемость картошки с другими продуктами, с бобовыми, с мясом, с рыбой, да, с яйцами, она плохо сочетается. И через несколько месяцев, ну, примерно уже к февралю, картошки, которые вы выкопали в сентябре, уже почти ничего не останется. Да, то есть витамин С упадет резко, там, до минимальной отменки. В картошке даже витамин С есть, да, то есть тоже он немножко сохраняется, когда вы на пару готовите. Вот. И, да, картошку с овощами очень хорошо, либо моно, да, то есть есть много рецептов, когда картошку запекают отдельно. Либо с овощами, с некрахмалистыми, с какими-то, с морковкой, с зеленью, с тем же скобачком, да, то есть с чем-то таким, каждый день ем крупы, пишет Наталья, все равно тянет на хлеб. Наверное, у вас вата, да, есть в конституции, либо очень сильная гиперактивность ума есть. Правильно, Марина пишет, много слизи от картошки, особенно, если неправильно ее употреблять. С молоком, там, да, вот как у нас картофельное пюре, без специи, которые улучшают его переваривание. И капхом, да, то есть людям типа капха, картошка очень плохо идет. А ватом она, ват она сушит. То есть там, где много крахмала, идет такое сушение организма, поэтому очень как бы неблагоприятно. Правильно, Марина, нейтрализовать перцем картошку, зеленью, да, базилик, орегано, петрушка, укроп, кинза очень хорошо, а специи кориандр, специи асофетида, то есть все это нейтрализует хорошо очень картошку. Вот, поэтому, кто еще мечтает приобщиться к нам, к пекарям без дрожжевого хлеба, то, пожалуйста, на страничку к Ждановым. На сегодняшний день это эксклюзив, то есть эти ребята, они то, чему они учат, и как у них на диске вот это все обучено, вы как будто побываете на их мастер-классе. И, конечно же, вы сразу же начнете печь, все вопросы сможете тоже им задавать, они всегда на связи. Ольга пишет, в крупах клейковина вредная, всегда вымачивать. Самая полезная гречка, кукуруза, рис, что скажете? Картошку, перец, да, такой экспресс-ответ, да, на все вопросы. Да, то есть полезная гречка, мы используем зеленую гречку, правоски, но коричневую тоже используем, привычно просто очень с детства, коричневую гречку есть, она совсем практически не содержит крахмала, и коричневая гречка, не зря она не худеет, да, она еще содержит очень много аминокислот, белков разных видов. И кукурузная крупа тоже неплохо, есть еще ячневая крупа, да, вот ячневую, пшеничную нужно прямо вымачивать несколько часов, и потом вот это все белое, что за них льется, вымывать. Кстати, гарнир, да, вот крупа так вкуснее, когда ее вымачиваешь, и быстрее готовится потом, совсем-совсем быстро, также полезная крупа пшено, желтые крупы, они многие, как кукуруза, золото еще содержат, да, в себе, то есть они полезны достаточно, золото, медь у них, цинк есть, полезная крупа пшеничная, в ней есть и медь, и цинка, это профилактика, там, где есть медь, это еще зелень, профилактика грибной флоры, там, где есть цинк, профилактика вирусов, особенно вирус герпеза. Вот, и также, смотрите, у нас на слайде сейчас появилась картинка девушки с чакрами, да, то есть все мы знаем, что у нас есть 7 основных чакр, много еще дополнительных, но в йоге обычно выделяют вот именно вот эти 7. И когда энергия движется вверх, когда у вас нет блоков никаких, нет проблем с кишечником, да, потому что кишечник это как второй наш мозг, там и многие витамины вырабатываются, например, В12, там наша полезная микрофлора, которая иммунитет содержит, и от переваривания в кишечнике, от усвоения веществ, зависит то, насколько хорошо вы белки, понимаете, насколько хорошо витамины ваше тело усваивает, насколько хороший у вас метаболизм. Поэтому очень важно, чтобы энергия поднималась вверх, каждая чакра, да, посмотрите, когда энергия вверх поднимается, она нам что-то дает. Вот нижняя младхара, красная чакра, дает силу, да, в жизни, физическую выносливость. Оранжевая чакра, там, где матка, у нас, залипродуктивные органы у женщин, она дает здоровье, да, хорошее, и возможность чувствовать, да, то есть чувственность женщине дает. Желтая чакра дает уверенность в себе, самовыражение такое, человек очень легко может, ему нравится работать, у него творчество, есть мотивация, и, конечно, деньги, достаток приходит, и так далее, да, то есть чакра поднимается вверх. И очень важно, что здесь важно, почему я говорила про все вот эти продукты, про избыток мяса, молока, про избыток белой муки, про белый сахар. Как только вы начинаете переедать этих продуктов, у вас на нижних уровнях, да, там, где вата, это толстый кишечник. То есть каждая доша у нас, да, кто проходил тренинг «Разреши себе здоровье», помнит, что у нас движение токсинов часто начинается снизу, через вату, потом питу, потом капку. Просто кратко повторю, как это происходит. То есть сначала забивается толстый кишечник, там образуются, ну, неприятные такие токсины. Ама, да, называют в аэрведе, такая слизь, ну, разного цвета, неприятного, вот уже тогда начинаются газообразования какие-то, да. То есть если пища какая-то вызывает у вас газообразование, даже если она вот, ну, в наших рецептах, то есть она как полезная, там, бобовая, но пока что вы не можете ее употреблять, не ешьте эту пищу, потому что пища, которая вызывает у вас газообразование, будет разрушать ваше здоровье. Вот именно вот по такому типу будет идти разрушение. И когда забивается кишечник, дальше приходят токсины, начинают распространяться по телу в область питы. Это тонкий кишечник, это поджелудочная слизенка, печень, да, то есть питая это печень. Уже там начинается процесс таки, здесь уже конкретно появляется запах изо рта, налет на языке. И далее, если вы ничего не делаете, продолжаете так питаться, не очищаете тело, не прокачиваете лимфу вашу, может быть, это стресс произошел, да, и вы застряли в каких-то эмоциях, дальше начинается капха. То есть это уже простуда, это слизь в горле, когда вы постоянно откашливаетесь. Это белый налет на языке, белый, либо бело-зеленый, если у вас еще пита, либо бело-серый, или бело-коричневый, если у вас еще вата, да, обострена. И тогда уже начинаются вот эти вот простуды, бронхиты, астма, да, и все вот эти процессы. И диабет, кстати, да, то есть когда уже капха повышена, и вот по такому типу шло распределение токсинов, начинается диабет. Поэтому так важно следить за здоровьем своего кишечника. Ну, самое простое, это не делать клизмы. Айрведа вообще против клизмы, честно скажу, потому что вымывается полезная микрофлора. А важно очень кушать пищу, богатую клетчаткой, чтобы процентов хотя бы 50 в день у вас поступало клетчатки. А это как раз та пища, про которую я говорила. Нерафинированные цельные узлаки, это зелень, это фрукты, это овощи, орехи, проростки, да, то есть это пища, богатая праной. Поэтому вы можете просто употреблять больше такой пищи, не стремиться к рафинированной и не есть только вот эту вот пищу, приготовленную, там, картошка, мясо, там, картошка, курица, да, то есть в этой пище нет клетчатки, поэтому она не будет очищать ваш кишечник. В кишечнике каждый день скапливаются какие-то токсины. И поэтому, ну, касторка это тоже, он такой разовый можно, в эрвиде она, конечно, применяется, но часто касторку тоже нельзя такую чистку делать. Я, поверьте, вам не понадобится никакая касторка, никакие клизмы, если вы будете много есть клетчатки в том виде, в котором она вам подходит по вашему типу конституции. А шаг про Кшаламу, про который Алена пишет, нужно делать только в первый раз с учителем, с инструктором. Самостоятельно я не рекомендую, потому что я знаю, что были проблемы у людей, когда они делали самостоятельно, начитались в интернете, да, то есть это такая техника древняя, ее под присмотром лучше делать. В первый раз я делала именно на курсе на йоговском, учтите йога, и я знаю, что, ну, бывают трудности у тех, кто делает самостоятельно. Вот, это про то, как движется токсины. Марина пишет, как же каловые массы выводить? Как выводить каловые массы? То есть, если в теле все работает, они сами у вас нормально все выходят. И есть побольше клетчатки, но в том виде, который подходит по вашему типу конституции. То есть, если вы будете жевать отруби, а у вас вата, у вас просто будет бесконечно вздутие, запоры, и вам будет очень некомфортно, вы будете царапать вообще поверхность кишечника. Нужно просто узнать свой тип конституции, питаться по этому типу. И тот вид клетчатки, который будет сам просто очищать. Хороший очень способ, да, вот Влад уже пробовал, да, не получилось, что он. Хороший очень способ употреблять зеленые коктейли. Зеленый коктейль, сегодня рецепт он такой дам, он будет в списке рецептов, тех зимний день с Айрведой. Потому что зелень, вы можете в одном стакане такого коктейля большой пучок зелени съесть. А зелень – это прекрасный просто способ почистить кишечник. Есть ли мудра на граммонизацию сразу трех дождь? На граммонизации трех дождь есть мантра такая, умно-машевая. Она нормализует все пять элементов теле. Мантра умно-машевая. И про мудрый сегодня еще поговорим. А сейчас посмотрите, кто из вас слышал про шкалу сознания Дэвида Хокинса? Поставьте плюсики. Называется «Шкала сознания». Автор – Дэвид Хокинс. По-моему, так пишется его имя. Прошу прощения, если я неправильно написала. Как я говорю, ребята смотрят на употребление глины, бетонин для детокса. Не всем душам ино подходит. Не всегда ватам подходит. То есть с глиной там есть нюансы немножко. Кто-то слышал, да, уже кто-то не слышал. Шкала сознания Дэвида Хокинса – очень интересная теория. Очень классная. Почитайте, есть много сайтов про это. Смотрите, мы с вами говорили, что чакры наши – нижняя красная, потом оранжевая, потом в районе пупка желтая чакра, солнечная. Сердечная чакра – зеленая. Горловая чакра – вишутха, голубая. Синяя чакра – аджна, межбровие, да, то есть та, которая за интуицию отвечает. Когда она у вас развита хорошо, когда вверх энергия поднимается, вы сами чувствуете, что вам кушать, какие специи потеплять. Вы можете покушать и почувствовать, о, мне этот продукт не подходит, мне эта специя не подходит. И верхняя фиолетовая или белая еще называется хасара. Чакра там, где мозжечок. Посмотрите-ка, что происходит. Дэвид Хокинс, он дал такую шкалу сознания, все эмоции, которые мы испытываем, он измерил в некоторых баллах. Эти баллы, они скорее не математические, не арифметические, а логарифмические. Они показывают пропорции, да, то есть как повышается, относительно какой эмоции повышается вибрация. И, посмотрите, до уровня 200 у нас идет уменьшение ауры, да, то есть у нас на самом деле энергия ниже. И это такие, как бы, знаете, очень низкие вибрации. Чувство вины, да, то есть когда мы себя винить за что-то начинаем. Даже, знаете, вот есть вегетарианцы, которые начинают там все вот это, вот, трупоеды, не ешьте трупы там, да, или там сидят какой-нибудь, потом себя говорят, вот, как же так-то я съел там бедную птичку там. Это тоже плохо, то есть не должно быть вегетарианство и вот эти страшные сайты, страшные фильмы эти не смотрите, то есть у вас будет чувство вины. И это все низкие вибрации. На этих же низких вибрациях на самом деле происходят все другие, живут все другие микроорганизмы, различные паразиты, вирусы. Также, конечно, вот чувство апатии, да, то есть такой вот тамос, тамос, когда ничего не хочется. Горе, да, то есть случается, врубает человека, кто-то умер близкий, что-то случилось. Страхи всевозможные, страх за ребенка, а вдруг там ребенок мой мясо ест, и вдруг он теперь болеет, будет срочно, надо всех перевести на Юрведу. Да, очень тяжело убрать чувство вины. Чувство вины убирается принятием, Юлия. То есть нужно просто отнестись к тому, что происходит, к тому, что вы уже сделали, все, что вы прошли. Нужно просто отнестись к этому как к опыту. На самом деле нет ничего, что не шло бы от Творца, от Бога. Все, что с вами случилось, все, что вы сделали, как вам кажется, не так, было уже запланировано в вашей истории жизни. И вы просто прошли опыт. И когда вы не можете себя принять, когда у вас такое происходит, что вы себя ругаете, просто, да, в правильной надежде я хотела как раз про это сказать, будьте в настоящем моменте, живите сегодняшним днем. Почему вот в этой, мы занимаемся техникой шри-шри-йога, да, то есть сейчас напишу сайт еще, artofliving.ru, это йога, которой я занимаюсь. Первый курс, базовый, который там, хэппитнес сегодня начинается, называется он, которому там обучают дыхание, как приводить себя в настоящий момент с помощью дыхания. И там у людей сразу отваливаются все эти страхи, чувство вины, чувство стыда. Поэтому будьте просто в настоящем моменте, и тогда у вас будет подниматься энергия, подниматься прана. И смотрите, от уровня 200, то есть вот все, кто находится ниже уровня 200, они очень болеют, они подвержены простудам, подвержены вирусам. Все, кто находится ниже уровня 200, они идут по кармической линии, то есть карма такая, знаете, кармические партнеры привлекаются, карма происходит, отработка кармы, да, какой-то там, что-то потеряли, что-то еще. Надежда была, да, на базовом курсе. А также на этом же уровне вы застреваете во всяких вот этих родовые программы, в сценарии, который один и тот же повторяется. Да, вот у кого, нажмите плюсики, у кого так бывает, что вы с одной работой ушли на другую, там такая же ситуация, либо начальник такой же злой, либо начальница такая же там, либо такие же коллеги, с которыми тяжело, либо также опять вам не платят, обещают, но не платят, либо с партнером у вас повторяется одна и та же ситуация. Вот, ребята, у кого такое происходит, одно и то же, вы не творите свою собственную реальность. Творить свою собственную реальность, свое пространство, свою жизнь, писать с чистого листа, можно только, если ваш уровень поднимается выше 200. Пока вы вот в этих страхах находитесь в апатиях, в чувстве вины. Кстати, знаете, страх очень хорошо, можно себе накачаться страхами, если постоянно есть пищу, мясо, рыбу, яйца. Потому что животные, когда их убивают, они испытывают страх. Их сейчас так не убивают, как раньше, да, то есть с любовью там, выращивали их с любовью. Сейчас это все очень жестко делается, вы знаете, и вот эти эмоции, они в теле у них остаются. Поэтому, если вы чувствуете, что вы застряли страх, горе, чувство вины, хотя бы на время перейдите на вегетарианство, научитесь вкусно готовить, вы увидите, как вибрации поднимутся. Я часто вижу у своих клиентов, у них бывают такие вот моменты, вот им нужен какой-то толчок, повышение вот этого уровня вибраций, праны. Они переходят временно на вегетарианство, потом бывают, остаются, бывают, возвращаются все равно, но уже едят очень легкую какую-то пищу, уже не едят там свинину, там говядину. И вот это для них бывает квантовый скачок, то есть они выходят из этого круга страданий, то, что только вы решаете, страдать или не страдать, или быть счастливым. И выше уже, да, вот принятие, энтузиазм уже идет, готовность, разум, да, уже, любовь. Это уже уровень, когда вы видите свою жизнь как со стороны, то есть вы смотрите на вашу жизнь, и вы видите, что не кто-то виноват в том, что произошло, а вы видите уже, интересный опыт, да, у меня получился, то есть, ну что ж, пойду дальше, буду знать на следующий раз. То есть, когда вы уже можете немножко над ситуацией подняться, и без эмоций ее решить. Вот мать Тереза, да, мать Тереза, у нее уровень около 700, так эта женщина всегда работала с тяжелыми, с инфекционными больными, вы знаете, да, то есть Красный Крест, и ни разу она не заразилась, она никогда не болела. И поэтому, смотрите, то есть, когда у вас высокий уровень вибрации, вы тоже не будете болеть. Это немножко у нас такое было духовное отвлечение, чтобы вы все-таки осознавали, что не все есть пища, не все есть специи, не все есть таблетки, а где-то вы можете просто, искать источники, как повышать в себе вот эту радость, принятие, оптимизм, и тогда вы тоже перестанете болеть. Вот, я вижу, что тут идет обсуждение, да, в наших йоговских курсах. девочки, все-таки здесь сосредоточимся на работе, послушаем, да, то есть, что, как еще можно зимой организовать свое питание, и как можно не болеть. Вот мудры, про которые вы спрашивали, сейчас давайте проверим. Три мудры, насколько у вас баланс энергии. Так как сейчас идет период, когда поднимается вата очень сильно, то основные мудры, которые нас интересуют, мудра ветра или воздуха, мудра воды, мудра огня. Если вата повышена, да, то есть, вы будете склонны, конечно, к переохлаждению организма, то чаще всего, либо стресс, да, у вас, то чаще всего, мудра ветра у вас будет плохо получаться. Что нужно сделать? Нужно взять пальчик указательный, прижать большим пальцем. Остальные три пальца у вас должны вот так вот ровненько встать в ряд. И свободно причем. То есть, все три пальца в ряд свободно. Вот видите, да, как у меня. То есть, в такой позиции, если у вас пальцы легко распрямляются, да, все вот эти вот три, и при этом, вы не чувствуете напряжение, и при этом, все три пальца в ряд встают, это означает, что у вас нет дисбаланса воздуха. У кого не получается, поставьте в чат единички. Поставьте в чат единички. Обратите внимание, что вы можете эту мудру минут 20 дышать. То есть, просто брать на обеих руках, да, на обеих руках, вот так делаете, кладете, закрываете глаза, садитесь с ровной спиной, кладете обе руки ладонями вверх на колени. И дышите эту мудру, гармонизируете энергию воздуха, ветра. Вот эти пальцы, да, вот наши, это не просто пальцы. Здесь много нервных окончаний, здесь энергии всех девяти планет есть. И здесь есть связь с нашими тонкими каналами, с надиканалами. И можно от обратного, то есть, если у вас энергия воздуха вышла из строя. Да, видеть у многих не получается, потому что, потому что на самом деле сейчас сильно очень, вата, да, очень сильная. И многие из вас за компьютером провалят много времени, это тоже влияет. Поэтому, если вы будете вот соблюдать те полезные привычки, про которые я вам сегодня говорила, массаж, иногда делать теплым кунжутным маслом, там прогреваться, свежий воздух, прокачка лимфы, и пить воду еще, да, то есть, обязательно теплую воду или теплые напитки. Вы увидите, что вата у вас будет успокаиваться. И тогда вам не страшен будет никакой стресс, да, то есть, значит, простуду. Если получается, можете не удержать, то есть, просто, это тест, что у вас энергия воздуха в порядке. Если на левой руки, на правой по-разному, часто это пишут, у вас есть какой-то дисбаланс между правой и левой стороной тела, скорее всего, есть в ауре, да, какие-то пробои, и это значит, что нужно практиковать что-то или к какому-то, сходить с целителю, который с аурой работает, чтобы вам это выровняли, да, но лучше всего просто стресса убрать, чтобы у вас сама аура вся выровнялась. Вот, и побольше благостной пищи кушать. Мудро воды. Мудро воды, это мудро, когда вы соединяете два пальчика, остальные также у вас, то есть вы соединяете большой и мизинчик. Остальные три у вас ровненько вот так же в ряд встают. Свободно, легко, без напряжения, никакой пальцем не должен торчать. Поставьте мне двоечки, у кого не получается сделать мудру воды, и поставьте плюсики, у кого получается. У кого не получается сделать эту мудру, оно, кстати, ее нужно делать, когда вы попили воду. Вот я не попила, но все равно у меня получается. Хоть я клюквенный сок пью. Очень полезно из клюквы, даже если она замороженная, очень полезно женщинам зимой клюкву употреблять, бруснику, клюкву, но клюква, она еще на все женские органы хорошо. И обязательно в теплом виде. Молодцы, да, у многих получается, пьете водички хорошо. То есть, если не получается, нехватка воды. Пейте воду, пейте не за едой, а между едой в первой половине дня в теплом виде. Лучше не кипяченую, а просто хорошую, фильтрованную, либо родниковую воду, подогретую. Кипяченая, она немножко уже такая мертвая, она уже как вода, как еда. Марина молодец, у нее получается все мудрые. И мудрая огня, это получается вот такая мудра, да, то есть она говорит о том, насколько хорошо у вас работает пищеварение. Точно так же все пальцы должны в ряд ровненько стоять. Мудрая огня, ее нужно дышать, продышивать точно так же тем, у кого слабое пищеварение. То есть вы чувствуете тяжесть после еды, у вас идет лишний вес, накопление. И эту мудру не надо делать, если у вас наоборот много огня. То есть вы перегреваетесь, или у вас температура в данный момент, то есть мудру огня не делаем. Можно, кстати, согреваться тоже, с ее помощью, то есть эту мудру делать. Вот, да, то есть смотрите, вот так вот можно легко определить, что энергии у нас вышли из баланса. Уджай дыханием можно, но уджай дыхание больше вату успокаивает, да, то есть все доши вы с ним не выровняете. И вот, пожалуйста, пароварка и здоровье зимой. Для всех трех типов конституции зимой пароварка – это просто находка. Во-первых, прана сохраняется хорошо, даже витамин С, потому что температура там, пароварки может быть около 100 градусов всего. И потеря витамина С на 18% сокращается. То есть в пище сохраняется витамин С. Это подтверждается тем, что иногда вот в начале аюрведического питания мы зимой вообще даже сырого не ели, мы только ели пищу на пару. Мы просто так учились готовить, нам так это нравилось, столько рецептов, потом пошло творчество, новые рецепты. Мы даже как-то совсем сырого почти не ели зимой. И при этом мы не болели. То есть специи очень многие содержат тоже витамин С. И это подтверждает то, что на пару очень много сохраняется энзимов и витаминов. И пароварку желательно не электрическую использовать, а использовать именно вот такую металлическую, тяжелую, с толстым дном. Ну, в пределах полутора, двух, трех тысяч можно ее купить, смотря какая там китайская или немецкая. Вот у меня вот такая немецкая. Есть еще китайская, ГИБФИ, но тоже неплохая. Вот, пароварки хорошо, если у нее ручки не нагреваются, если крышка очень тяжелая, и с такой дырочкой, да, чтобы она не болтыхалась. И чтобы она была сама по себе, не такая вот хлипкая, знаете, а прям тяжелая, килограмма два вешала. Это здорово. Александр пишет мне, что просит рассказать про антипаразитарные программы. Это отдельная тема, да. Но в принципе, вы знаете, питание, вот это по Айурведе, я всегда говорю, приводит к тому, что паразиты у вас не могут задерживаться, потому что, если вы не переедаете молочного, если переедаете молочного, а может быть грибы кандиды, и грибов, да, если переедаете, так же может быть. В целом, если питание щелочное, а вот это то питание, богатое праной пищей, оно щелочное, паразиты, даже попадая в ваш организм, они не задерживаются. Это первое. А второе, паразиты, согласно биоэнергетике, они живут у тех, кто на низких вибрациях. То есть, если вы в страхах, в гневе, в апатии, в чувстве вины, в чувстве стыда, то они любят очень эти эмоции. То есть, здесь тоже подойдут любые духовные практики, которые на выход из этого состояния. Охлаждаться водой не всем подходит, потому что людям типа вата закаливание не очень подходит, особенно зимой. У них может произойти вата-закупорка. То есть, ну, такое тоже я видела, там не всем подходит, да, то есть, будьте с этим аккуратны. Людям типа пита обычно очень хорошо подходит закаливание, проруби и все вот эти вот вещи. Вот. У людей типа вата может даже такое случиться, что там суставы воспалятся, ну, от этих видов, и такое, от этих видов, да, закаливание, и поэтому там нужно только очень мягкое закаливание. Если мышцы не разработаны, мудро может не получиться, но со временем пальчики разработаются, пишет Надежда. Да, да, это тоже верно так. А мышцы не разработаны тоже, потому что пальцы связаны с каналами определенными. И у нас, вы знаете, есть проекция, да, то есть на руках есть проекция всего тела, на ушах есть проекция всего тела, поэтому вот, когда массаж делают, терапевтические, мармомассажи, все эти точки затрагивают, на ступнях есть проекция всего тела, и вообще по всему телу есть очень много проекции всего, в животе очень много источек, которые связаны с нашими органами. Также на пару, когда вы готовите, быстро готовится, вы увидите сегодня по рецептам, кто еще не готовит по нашим рецептам, все продукты, все блюда от 15 до 30 минут. Ну, может быть, надо заранее замочить бобовый, заранее крупу замочить, да, но это же не сложно, просто бросили это все в воду, потом помыли. Это гораздо проще, чем размораживать мясо, и гораздо проще, чем долго стоять у плиты, жарить и готовить. Мы закладываем обычно супы, мы готовим слоями на пару, сегодня у вас борщ будет такой вкусный, по-моему, будет, да, я положила, и вы заложили все слоями, и пошли себе, поделали свои дела, переоделись, расслабились, успокоились, а пища сама готовится. Такая пища легко переваривается, и она очень вкусная. Все, кто впервые готовит овощи на пару, не замороженные овощи, а нормальные наши овощи, русские, и все, кто впервые готовит первый раз суп на пару, борщ, да, вот, вообще-то у нас тут Анжелика приходила все, и она говорила, что когда первый раз этот десерт борща получила на тренинге, разреши себе здоровье, то они целую неделю готовили этот борщ, да, действительно, то есть первый раз, когда готовят, очень, очень, ну, многие вдохновляются, настолько вкусно получается, Наталья спрашивает, как готовить крупы, там же ячейки, ну, вот, во всех наших рецептах там написано, в наших курсах, как готовить крупы, вставляется такая специальная, просто покупаете в пароварку отдельную металлическую тарелку, которая вставляется, и крышка при этом закрывается, да, и там заливаете просто, это есть в рецептах наших, как готовить крупу в пароварке, Но вот когда мы готовим супы с проросками бобовых, нужно брать такую пароварку, они все такие, что пророски они не проваливаются, то есть они прямо вот так вот лежат на поверхности. Анжелика здесь подтверждает про суп. Хорошо, Анжелика, здорово. Замороженные овощи не очень хорошо, честно сказать, вот я зимой немножко использую замороженных ягод. Я беру клюкву нашу местную, замораживаю ее, быстрая заморозка, я уверена, что она не такая, как в магазине, да, то есть вот эти заморозки, которые вы сами делаете, они другие. Еще если вы взяли это с вашего региона, с вашей дачи, у них еще вибрации, да, ваши местные. Но заморозки, которые, когда вы используете их часто, особенно овощи, вот эти все замороженные, да, они быстрее сгревают, чем перевариваются. И аюрведы называют их пищей типа тамос, пищей, которая делает тело жестким. Знаете, целлюлит, вот это тяжелое такое тело, когда вот на массаже не могут разбить, плотное такое тело, неприятное. Вот это все тоже может быть от заморозок и от употребления большого количества невегетарианской пищи, то есть мясо, молока и яиц. Поэтому заморозки, они, ну, многие, кто их употребляет, замечают, что потом газообразование, потому что они сгнивают, то есть у них такая энергия, в них нет праны. То есть прана в замороженной пище не сохраняется. Но сохраняются витамины, поэтому вот такие ягоды, как брусника, клюква, черника, черная свородина, облепиха, запросто можно замораживать. Мы еще их сушим. То есть у кого есть дегидраторы, сушильни, можно сушить, там вообще полностью сохраняются прана и витамины. Что касается замороженных, да, то есть там частично сохраняется витамин С даже, поэтому все равно можно. Потому что зимой очень скучно становится, да, то есть совсем, если без вот такой пищи, без ягодок. И я сегодня расскажу, в каких ягодах больше всего витамина С, каких продуктов. Спасибо, Анжелика. Опять у нее горщ наш, морковный пирог. Ну, много не употребляйте, Анжелика, морковного пирога, потому что, хотя у вас такое сочетание хорошее, потому что там все-таки сахар идет тростниковый, да, а избыток сахара даже тростникового, если есть кто-то в семье, кто типа капха, тоже может давать простудное заболевание. Вот, поэтому смотрите, да, то есть приходите на приготовление на пару зимой, это очень полезно. Маслоги. Также у вас сегодня будет этот рецепт, и во всех курсах мы его повторяем всегда, потому что маслоги – это продукт, который не содержит холестерина, очищенное сливочное масло. Не буду рассказывать, как его готовить, потому что везде это есть у нас очень подробно. Мое описание, как готовить маслоги, наверное, самое подробное в интернете, потому что там я даже написала, из какого масла, как. И поэтому, конечно же, маслоги хорошо убирает вот эту вату, да, дисбаланс ваты. Пища с ним вкуснее. Вот пища на пару, супы на пару с маслом ги – это ни на что не похоже, тут божественный просто вкус. Доктор Тарсунов говорит, что масло ги выравнивает, защищает ауру. Вот у кого дисбаланс был между правой и левой стороной тела, обратите внимание, да, то есть есть пробои, возможно, в ауре. Масло ги восстанавливает ауру. Если ваша семья, он говорит, хотя бы чайную ложечку масла ги съела в этот день, с утренней кашей или с супчиком, или вечером с овощами, то она уже на весь день защищена от сглазов, от спорчи, от всяких вот этих негативных влиений, да. Сейчас много всего этого может быть в ближайшие месяцы, потому что поменялась энергия, да, то есть скорпион, знак такой, в котором сейчас Сатурн находится, ему там очень некомфортно, очень много активизируется эзотерики, всяких сект, всяких таких оккультных практик, да, то есть там связанных с низкими вибрациями, да, таких не очень полезных, поэтому, конечно же, темные силы, как я говорю, всегда не дремлют. Но кто с маслом ги, тому нечего бояться, так что готовьте с маслом ги, и пища с ним вкуснее, и защита энергетическая, и еще и согревающий вкус, да, зимой. Да, Юлия, это по-русски топленое, но вы посмотрите сегодня рецепты, которые я вам отправлю. Оно не просто топленое, да, то есть оно еще очищено от холестерина, но сохранено там, сохранен полезный жир. Очень хорошо для очищения кишечника, а на масле ги первые два месяца перехода на такое питание, очень хорошо, все токсины сгоняются к кишечнику, а при употреблении клетчатки это все быстро выходит. Вот вам, пожалуйста, внутриклеточная очистка организма. А что касается его влияния на тело, еще добавлю, что оно очищает язык хорошо, и вы начинаете хорошо чувствовать все вкусы, а значит вы чувствуете, что вам нужно покушать. Вот такое волшебство. Вот, и зимние блюда с маслом ги, нет, с магазинного не делайте, я всегда говорю, ищите домашнее масло, очень хорошее, фермерское, из него делайте. Один раз вам нужно взять килограмм масла, перетопить его, вы получите с него 700-800 грамм масла ги, то есть где-то 200-300 грамм уйдет на выпаривание. И потом вы будете несколько месяцев вот эту банку кушать. То есть его нельзя много, то есть не надо его много, он тоже может капху поднять, потому что молочный продукт. А хватает его надолго, поэтому купить дорогое фермерское масло, найти, где делают сливочное масло свежайшее. Не проблема вообще ни в городе, ни в большом, ни в маленьком, то есть это можно договориться с фермерами. И в магазине, его, да, правильно Оля пишет, в магазине и фальсифицируют топленое масло, и обычное масло, даже если вы берете, там все равно есть добавки, даже если написано, что оно сделано из сливок. Это вы увидите, когда начнете его топить. Там будет субстанция и не будет получаться очень долго, будет плавать вот это все. А домашнее масло там сразу же идет вытапливание и очень мало отхода. Вот, Ева пишет, Эва пишет, делается магазинного, другого просто не бывает. Получается хорошо. Я рада за вас, то есть возможно у вас есть поставщик такой, но будьте аккуратны. Я просто часто слышу от людей, которые из магазинного делают масло ги, повышается капха, а такого не должно быть от масла ги. Повышается капха, значит есть что-то включено растительное в этот продукт, и может быть даже при вытапливании это не уходит. Зимние блюда, которые, что кушать зимой, да, то есть взрослым и детям. Овощи на пару и салатики из овощей на пару приготовлены. Просто изумительно, если, прошу прощения, если вы приготовите свеколку на пару, если вы приготовите на пару морковочку, картошку тоже, да, сделайте из них салат. Если вы будете просто готовить овощи на пару, добавите туда сыр панир, супчики на пару, котлетки на пару из чечевицы, да, сосиски вот такие тоже на картинке, то есть чечевицы из муки. Крем-супы различные, из кабачка, из сельдерея, из тыквы. Различные супы на пару, как уха, да, вот мы делаем борщ, который сегодня у вас будет. Различные позы, вот мои позы на картинке, из цельнозерновой муки, но лучше из муки второго сорта, да, из цельнозерновой, такие они, грубоватые получается, не всем привычно. Пловы различные, да, то есть из цельных круп. Белый рис, кстати, белый рис, он тоже образует много капхи, да, много слизи, но его нужно правильно употреблять, то есть не с мясом, да, не с рыбой, с яйцами, а, например, с орешками, да, или, например, с чечевицей пророщенной его делать, с пророщенным машем есть такое. А как чувствуется повышение капхи, спрашивает Ольга. Вообще вот у нас очень классный есть такой курс, я сейчас расскажу, как, но просто я вам рекомендую, если вы уже заинтересовались дошами, я вам все-таки рекомендую вот этот курс приобрести, тем более, что он сейчас такой огромной скидкой. Я вам сегодня еще расскажу, что в этом курсе мы сделали из него меню такое классное, то есть вы заходите, там автоматическое меню, мы его прямо вот отладили, отладили, чтобы он был удобным в использовании, там почти 10 часов получилось, 10-часовой курс. Но как чувствуется повышение капхи, я расскажу, то есть это слизь, когда уже по утрам изо рта идет слизь, и бывает нос еще забит, да, то есть прочищаете нос. Вообще вот если вы питаетесь по Вервиде и питаетесь по своему типу конституции, утром такого нет, что там что-то откашливается, что нос забит, хорошо очень дышите. Если вы хорошо дышите ночью, это же очень классно, кислорода много получаете, вы быстрее высыпаетесь, поэтому мы встаем так легко, да, то есть просто проснулись и сразу с улыбкой встали. Если повышается капха, идет лишний вес, идет белый налет на языке, такой белый творожистый налет, грибы, кандида, молочница, это все повышение капхи. Тяжесть и лень, то есть очень как бы, да, да, гипишется вот так они, ну правильно, но лучше маслоги делать самим, а не покупать в магазине, потому что энергетика такого маслоги будет намного выше, когда вы готовите своими руками. Плюс повышение капхи, что еще? Купероз, то есть закупорка пор, там черные точки, да, то есть такая кожа происходит, и любые опухолевые образования, склонность к мастопатии, к миолам, кистам, любые опухоли, жировики вот эти на теле там какие-то, все это повышение маслоги, ой, повышение, извините, вы меня запутали с маслом ги, все это повышение капхи, энергии капхи, слишком много становится в теле энергии земля и энергии вода. Вот, еще обратите внимание, соль, да, то есть я в плохих привычках там упоминала соль, это говорит о том, что, когда много соли зимой кушаете, старайтесь даже солить пищу не когда вы на пару готовите, а уже в конце, в конце, когда вы уже приготовили или прямо на столе, это лучше, так соль меньше задерживается. Вот, проростки, я уже про них рассказала, да, то есть это пища, в которой иногда повышается содержание витаминов до 300 раз, например, проростки пшеницы, чечевицы, проростки маша, семя льна, да, которая заменяет рыбу, семена чиа такие есть еще, ну, семена льна для нас, то вот для русских семена льна лучше, вместо семена чиа. И также можно проростки семечек подсолнечника, очень классно, источник витаминов группы, витаминов Е, да, и источник омега кислот, хороший, очень полезный. И, идем дальше, сейчас я хотела бы рассказать про профилактику простуды, здесь я расскажу про продукты и специи, которые нужно использовать для профилактики. Просто добавлять их в пищу, в напитки, в сладости. И все, в принципе, как бы, бородавки, да, бородавки – это тоже капха, то есть это тело пытается вытолкнуть, ну, какие-то там ненужные ему вещества в помощи вот этих бородавок. Вот. Профилактика простуды, употребление заменителей сахара, таких как мед. Мед – это природный антибиотик, в нем очень много витамина, да. Также это куркума, специи куркума, которые вы можете… Родинки – это больше печень, проблема печени, родинки – это пита больше, доше пита, огонь. Куркума – это природный антибиотик также, в ней много витамина, витамина группы В, витамина В12 тоже там есть. Куркума влияет на все формы стафилокока и стриптокока, а ангина, простуды – это как раз стафилококк, стриптококк. Поэтому вы можете запросто, добавляя по чуть-чуть куркуму, детям, взрослым, вы можете профилактику осуществлять. Имбирь, да, прекрасная специя, можно делать из нее чаи, можно свежий имбирь, немножко тереть в салаты, очень вкусно будет, вместо чеснока. Лук и чеснок можно употреблять, как я уже рассказывала, не буду повторяться, в том виде, да, в каком мы говорили. То есть лучше пропаренным на пару. Черная и желтая горчица. Причем горчицу вы можете насыпать в носочки, да, ребенку, можете горчицу парить ноги, можете горчицу понемножку добавлять, вот есть соусы там с горчицей, есть домашняя горчица, кто брал у нас, получал лучше рецепты соусов, да, в нашем. Шафран, вот эта специя, это тонкие такие красные нити. Прекрасная специя для того, чтобы вообще все доши выровнять, она влияет на все три доши. Специя афродизиак и антираковая специя. Специя номер один, антираковая, это куркума, шафран, номер два и имбирь. То есть все эти специи предотвращают вообще образование онкологии. Гвоздика очень хорошо, оно горячее, да, очень так же, как горчица, гвоздика, эти специи горячие достаточно, да, такие, они подсушивающие. Сейчас мы будем говорить про три типа простуды, и когда нужно сушить, когда нужно наоборот, чтобы больше влаги было, больше слизи. Специя болгарский перец, да, овощ, и специя паприка красная, сладкая, большое количество витамина С концентрированная, отличная специя. Просто старайтесь в конце ее добавлять, да, чтобы побольше осталось витамина. Корица, у нас влияет на все виды вирусов и грибков, то есть хорошая антигрибковая специя и очень красивая, праздничная такая, новогодняя, да, такая, бадьян, звездочки бадьяна, а также фенхель, да, вот там видите, фенхель и анис. Часто используется в компотах, в различных сладостях, да, прекрасная специя и зеленый кардамон. Зеленый кардамон в обычных магазинах не продается, так же, как асофетида, его нужно поискать, конечно, да, такой кардамон. Оно можно найти, в принципе, сейчас уже появляется в простых магазинах, я обратила внимание. Альбина пишет, шафран в порошке, подойдет или нет, лучше покупать шафраны в нитях. В порошке, если он у вас не красный, такой красно-оранжевый, это может быть просто куркума, которую, если вы купили у нерусских на рынке, это просто куркума, которую они почему-то называют шафраном. То есть шафран лучше в специализированных магазинах покупать, в целом виде, нитями. Вот, и на блюдо, на одного человека идет одна ниточка шафрана всего, то есть много добавлять его не нужно. Вот эти специи, продукты обязательно идут для профилактики, то есть когда мы их употребляем, мы просто можем не болеть, потому что они, у них очень хорошие вибрации такие, как раз для того, чтобы не образовывалось слизь. Кардамон у нас идет во многих рецептах, даже в рецепте борща, да, у нас идет кардамон, зеленый немножко добавляется, а вообще эта специя сладко-острая, она идет в сладости хорошо. То есть сегодня у вас, по-моему, рецепт морковной халавы будет с кардамоном, супер просто сочетание морковки и кардамона, это очень вкусно, а еще и сладости-то, да. Витамин С, по витамину С такая ситуация, что нам повезло, в России у нас есть шиповник, и шиповник на самом деле содержит колоссальное количество, 1000 мг на 100 г витамина С, при тепловой обработке снижается до 470 мг в 100 г, это все равно много. И мы недавно отправляли в рассылке рецепт напиток из шиповника с фенхелем. Вот как раз вот этот напиток очень противопростойный, суперский, только не делайте его с белым сахаром, да, лучше с гуром, с медом или с заменителем сахара. Паприка красная, да, то есть много витамина С, и ягоды, особенно черная смородина, особенно облепиха, и, в принципе, все ягоды, у них очень много витамина С. Шелковица или ягоды тутовника, продается в сыроедных магазинах, много витамина С, вкусненькая, дети хорошо ее кушают. Сушеные такие ягоды тутовника, зелень всевозможная, то есть шпинат, тоже много витамина С, такие овощи, как репа, редька, дайкон, и все практически овощи понемножку содержат витамина С. И картошка, да, тоже 20 мг остается в вареной картошке, витамина С на 100 г, но через где-то 6 месяцев резко сокращается содержание витамина в картошке, поэтому весной картошку есть вообще бесполезно, только крахмал будете в себя загонять. Цитрусовый, да, почему-то американцы внушили нам, что нужно пить апельсиновый сок, не совсем это правильно, во-первых, он не сочетается с основной едой, апельсиновый сок, а во-вторых, там всего лишь миллиграммов 20 витамина С, по сравнению с шиповником и с ягодами, это, конечно, ничтожно мало. И овощи различные, капуста, тоже содержит хороший такой состав витамина С, плюс еще в капусте, например, брокколи и некоторых других есть еще кальций. Конечно же, нужно кушать кальций зимой, потому что все, что содержит кальций природный, ощелачивает. И здесь у нас чемпионы, семена мака, семена кунжута, семена чиа, семечки наши подсолнечника, только не жареные, травы всевозможные, такие как базилик, сушеная крапива, ну, своеобразно, конечно, петрушка, виды капусты, проростки всевозможные, зеленые, в том числе крес-салат, бобовые, кстати, богаты кальцием, фасоли, чечевицы, нут, миндаль, один из самых таких орехов, который очень полезен, миндаль, кедровый орех, фундук и даже сухофрукты содержат кальций. И когда мы кушаем кальций, достаточно, во-первых, у нас щелочная среда, и у нас улучшается усвоение витамина, и у нас улучшается усвоение витамина D. И таким образом у нас крепкие кости будут, то есть у нас не будет остеопороза, хрупкости костей под старость. Вот, координаты, магазинчики, ну что-то вообще. Да, из листьев смородины, из листьев малины тоже все очень полезно. Это травяные чаи, очень благостные, особенно если это выращено в вашем регионе. Крапиву, как зелень, мы вот отправляли, если вы у нас в рассылке, мы отправляем всегда рецепты, мы отправляли супчик из крапивы, очень вкусный. А так ее просто заваривают, ну как, скажем, ну зимой, просто сушеный, как травяной чай. Но она такая своеобразная, да, она немножко сгущает кровь. Вот имбирь, например, имбирь, он разжижает кровь, поэтому имбирь нельзя использовать вместе с аспирином, да, кто еще лечится какими-то лекарствами, сейчас вообще аспирином не лечится. Бады, посмотрите, сейчас вам дам ссылочки, есть сайт, где я покупаю аэробидические Бады, у нас с ними договоренность, что если вы пишете при заказе слово Веда, то вы можете получить еще скидку. Какую, я не знаю, это, по-моему, зависит от суммы вашего заказа. Но там Андрей принимает Андрей, по-моему, в мебельникам заказы на этом сайте. Это небольшой такой сайт, они прям поставляют из Индии. И есть такой Бад, да, да, Ирина, правильно я говорила, с витамина Д способствует усвоению кальция. Верно. И тогда у вас будут крепкие кости. Посмотрите, вот этот сайт india-store.ru Да нет, травяные чаи лучше сушить. Есть, конечно, чаи там, копорский чай, Иван-чай, который ферментирует. Но не заворачивайтесь так сильно, то есть, да, вот Иван-чай, копорский чай, его, он ферментирован и полезен почему-то. Вот. А да, галина, то есть, от состиопороза можно вылечиться, потому что, во-первых, это тоже проблема ваты, это нехватка земли. И вот все рекомендации, которые сегодня по снижению ваты я давала, в том числе питание на пару, со специями, замачивание, проращивание, то есть, все это способствует употреблению продуктов вот этих богатых кальцием. И смотрите, где у нас витамин D есть? В петрушке, в шампиньонах, в семечках подсолнечника, в кунжутном масле, в кунжуте витамин D. Поэтому все вместе это нужно кушать, да, чтобы и витамин D, и кальций был. Так, давайте сейчас без рекламы, да, пока. И ситополарий черный, это порошок, многокомпонентный, там очень много в составе трав и специй, это индийский, да, то есть, вот это вот ситополарий, всего лишь 1 треть чайной ложки, можно развести в воде, буквально за день, за два вы можете избавиться от простуды. Она очень острая, но незаметно так выпьете, ее запьете потом, она не на самом деле нормальная для желудка, для всего, это сбалансированный такой состав. Вот у нас на йоговских курсах все на этом ситополарий, когда в каком-то холодном месте проходит, быстро очень можно и у взрослого ребенка убрать простуду. Ситополарий черный, черный это означает порошок, то есть написано черный в аэрведе, это всегда порошок. И, кстати, в ситополарий черный тоже входят те же компоненты, что в трипхолу, просто это более много какомпонентный состав для слежения именно капхи, да, то есть, когда слизь идет. Также есть проверенное средство, вот эти два БАДа, которые мы употребляем подарком, подарком называется, это кора муравьиного дерева и ВММ. Вот эти два БАДа, ну, я сейчас, наверное, так быстро не расскажу, то есть, там идет одна капсула подарки и две капсулы, и две вот таких травяных таблеточки ВММ, в которых и соп, и хиноцея, то есть, розмарин, различные травы рисованы, да, от простуды именно, быстро повышающие иммунитет. И вот эти два БАДа, это компания НьюВейс, которой я пользуюсь, они как раз тоже дают быстро выздороветь. То есть, это либо-либо, либо ситополады вы используете, либо вот эти БАДы используете. Вот эти БАДы найти можно будет на вот этом сайте. То есть, это сайт, получается, интернет-магазин НьюВейс. Сейчас вам ссылочку тоже, да. Вы там можете искать по названию подарка, и ВИММ. И, что касается еще других способов избавления от простуды и видов, да, здесь обязательно скажем про три типа конституции. Как правильно заваривать подарок, чтобы пить как чай. Да, просто обычно заваривайте горячей водой. Ну, в принципе, вот эту подарку, которая, которая в НьюВейс идет, вы можете в капсуле, там прозрачная капсула идет. Можно разжевать, но она такая ядреная, она такая горькая, очень вяжущая, да, напоминает чем-то трипхову. Поэтому она быстро вирусы все выводит. У подарка, это кора муравьиного дерева, ее компания НьюВейс добывает вообще в Африке, насколько я знаю. И вот это уникальный препарат, он еще и противоораковый, как выяснилось, его открыли совсем недавно. То есть, есть такие препараты, которые открыли уже в нашем столетии. А он, к тому же, да, можете просто развести, но она плохо так разводится немножко. То есть, вот эти препараты, они действуют на все вирусы, на все вирусы, на все паразиты, на особенно вирусы, вот эти простудные, стафилококки, стептококки. Поэтому, вот, в нашей семье очень быстро, недавно к моей дочке пришел парень ее, и он заболевал. И он очень против всяких БАДов, там, таблеток, но мы его заставили выпить вот эти две таблетки ВММа и подарку. Ее одну всего в день пьют в таком случае, а детям ее прямо делят, то есть открывают. И потом он попросил даже эти БАДы ему купить, потому что за два дня он выздоровел. Мы дали ему еще с собой ВММ 10 штук. Он их попил, просто вот эти травяные прилерки, и все, и как бы он быстро выздоровел. Быстро поднимается иммунитет, увеличивается количество клеток, вот этих отвечающих за борьбу с вирусами. А с помощью трав, то есть это препараты травяные, они не вызывают ни привыкания, никаких вот таких вот неприятных вещей. Итак, три типа простуды. Чиван праж тоже хорошая штука, это как тоник больше, то есть его тоже можно для профилактики употреблять. Он тоже выравнивает все как раз, ну так скажем, неприятные такие вещи, связанные с перекосанным вкусом. Итак, три типа простуды. Так, если вы еще готовы слушать, да, а не будете засыпать мне вопросами, поставьте мне плюсики, что вы готовы слушать по три типа простуды. Или мы сразу приходим к тому, что получим рецепты и не будем брать поговорить, что на это тоже еще минут 10 нам нужно. Готово, да? Тогда слушайте. Три типа простуды, так как есть три доши, да, три типа конституции, есть три типа простуды. Тип вата, тип пита и капха. И вот здесь внимательно слушайте, записывайте, как определить, потому что и у детей, и у взрослых вы можете понять, у какого типа идет простуда. Конечно, если вы яркий тип вата, пита или капха, то и простуда у вас чаще всего будет по вашему типу. Но, на самом деле, бывают тоже разные виды простуды у одного и того же типа. Тип вата характеризуется чем? Что, на при этом типе простуды идет сухой кашей, сухой кашей, плавающей, да, плохо отходит мокрота, потому что вата же сухая, да, и простуда у нее вот такая сухая. И чаще всего она происходит от переохлаждения или от стресса. Вот этот тип простуды. Нос обычно закладывает и плохо отходит. Именно вот, ну, слизь из носа. Охриплость бывает. Вот конкретная характеристика, вот у меня всегда были такие простуды, конкретная характеристика простуды по вату, либо голос пропадает, либо такая охриплость, осиплость, да, появляется. Лающий кашель, бессонница, беспокойство. И что делать? Больше влаги добавить в помещение, ионизаторы, увлажнители, арома масла, да, можно даже распылять. Молоко. Молоко с медом, с куркумой и немножко масла ги. То есть добавляете молоко, щепотку куркумы, масла ги, можно даже с пол чайной ложки, ну, кому не совсем противно. и пьете это молоко, чтобы слизь начала выходить. Слизь пойдет больше от молока, потому что молоко слизеобразующий продукт, но вы тем самым образом, особенно если ребенок не может откашлиться, да, то есть вот такая идет, не надо давать ему вот эти химические, лучше давать ему хорошее домашнее молоко, а с вот таким вот, с куркумой, с маслом ги. Можно немножко имбиря еще добавить свежего туда, чтобы такое, но если не слишком маленький ребенок, да, маленькому не надо. Что еще? Солодка, да, то есть солодка помогает откашливать и увлажняет. Акопник, ашваганху можно тоже, да, из препаратов первичных разводить, прямо пить ее, ну, не детям, да, это взрослым. Можно делать яблоко, берете яблоко, готовите его на пару, добавляете мускатного ореха, щепотку, и добавляете пол чайной ложечки масла ги. И вот это пюре вкусное с мускатным орехом, оно сладкое будет, да, на пару. Можно чуть-чуть меда добавить. Вот это пюре кушайте, хорошо очень начинается от харкивания. И, кстати, когда кашель такой вот сухой, раздражающий такой человека, то есть когда ему тяжело, тоже вот этот рецепт хорошо успокаивает. То есть яблоко, там, пектин, у него есть такое свойство с маслом ги и с мускатным орехом успокаивает кашель. Минеральная вода хорошо идет ватом при такой простуде, когда вы подогреваете молоко и минеральную воду пополам примерно и глоточками пьете. Кашель хорошо, кстати, успокаивается и от харкивания тоже хорошо идет. И специи такие, как пенхель, кардамон, сладкие специи, не слишком острые, анис. Вот это все можно добавлять в чаи, заваривать, можно делать компотики, да, такие, добавлять в морсики вот эти вот с ягодами и давать в вате. То есть много теплого, обильного питья, пища легкая, слегка жирная и пища на пару. То есть никакой сырой пищи не надо давать при простуде типа вата. Никакой сырой зелени, никаких сырых проростков, никаких сырых фруктов. То есть это плоховато. Ну, можно еще, конечно, попить там, сделать фреш, свежевышатый, но все равно больше пищи должна быть приготовленная, теплая. Следующий тип простуды, простуда типа пита. Ну, пита у нас горячая, маслянистая, тоже, поэтому здесь острые такие, как горчица, там, да, специи не подойдут, нельзя. И пита обычно, это, конечно же, боль сильная в горле, вот ангина, да, образование гноя, это пита, да, то есть обычно это вот как раз накопление у питы идет в теле токсинов, в виде гноя, да, то есть почему налет на языке, это желтый, там, или зеленый бывает. Это высокая температура, лицо такое может покраснеть у питы во время простуды, да, покраснение, прямо такая характеристика, что простуда по типу пита. Ну, вообще высокая температура это простуда типа пита всегда. Это слизь идет, да, откаркивается гнойная, желтая или зеленая, прошу прощения за такие подробности, да, неприятные. И это кровенистая, кстати, может, да, то есть слизь прямо с кровью, да, то есть тоже может признак питы быть. И здесь нужны патагонные охлаждающие травы, такие как лопух, мяток, бузина, сечелистник, можно также хризантема, да, знаете, такой китайский чай с хризантемом. Полоскать горло с содой, да, то есть не чем-то таким агрессивным, с содой, можно с куркумой, можно ромашками, да, то есть хорошо очень ромашка, любые травы, шалфетки, вяжущие, горькие идут хорошо на питу. И также можно минеральной водой, так же как в ладе. Нельзя делать горчичники, нельзя греть ноги в горчице, нельзя сыпать горчицу, то есть все, что такое острое, с перцем, да, для питы не очень, если уже есть температура. А можно делать чай такой, пол чайной ложки кориандра, целого пол чайной ложки фенхеля, пол чайной ложки кумина, кориандр, фенхель, кумин, по пол чайной ложки на стакан кипятка. Такой зеленый приятный чай, хорошо снижает температуру, потому что эти специи охлаждающие и выравнивающие доши, как кориандр, да, с фенхелем они на все три доши. И мочегонный, патагонный, то есть он будет как раз так вот, ну, такой, выводить все с помощью мочи, с помощью пота. И также в помещении, если простуда по типу пита, не должно быть жарко и душно, то есть нужно, чтобы 20-22 градуса было. И, конечно, вот эти холодные компрессы, да, то есть влажные компрессы, охлаждение температуры тела, это хорошо, потому что температура до 37,5 еще, в принципе, хороша, при такой температуре хорошо микробы, но если выше 38, такая температура уже нагрузка на сердце и может дать осложнение и взрослым, и детям, поэтому нужно охлаждать. Лаванда очень хорошо. Берете масло лаванды, добавляете в какое-то базовое масло и на животик, подмышки, там, где лимфоузлы, натираете ребенка, ну, только чуть-чуть, да, то есть если маленький ребенок, аромамасло совсем по чуть-чуть используется. Лаванда, она снижает температуру быстро, есть у нее такое свойство. И напитки должны быть не горячие, а теплые. И пища очень легкая, не слишком маслянистая, но пища тоже как бы желательно, чтобы она, если нет аппетита, пусть пита не ест, пусть она больше пьет. Если есть аппетит, пусть она кушает обязательно. И третий тип простуды, это простуда по типу капха. И здесь это как раз вот та простуда, которая чаще всего бывает у детей, у детей, потому что дети вообще капхи, то есть капха это рост, это образование, это образование новых тканей, да, то есть это активный такой рост тела, поэтому у детей есть вот эта энергия капхи, вообще по подвижности, они многие ваты, но по типу, как тело у них растет, это капхи. И простуда у них тоже бывает по типу капхи, поэтому избыток молочного, мороженое, и все, что с сахаром, все, что с мукой, вот это может детям, ну, мясо как бы они много все равно не едят, то есть как их не заставлять, а вот все, что связано с сахаром, с молоком, вот здесь вы очень поможете своим детям, если будете готовить полезные сладости, без яиц, без белой муки, без белого сахара. Поэтому, ну, хотя бы вот в этом детям помочь, чтобы они не доходили до простуды. Простуда типа капхи, много слизи, да, мокрота, кашель, все это откашливается. Нужно давать сушащие травы и специи. Беречь от такого ребенка от влаги, от холода, то есть не надо увлажнять помещение, должно быть тепло. И не желательно что-то такое с потением при таком типе простуды. То есть дали горячий чай, скрывающий напиток с горячими специями, согревающими, и под одеяло взрослого ребенка, пусть он там пропотеет. Мне, кстати, муж всегда так делал, когда раньше болел до аюрведы. Он всегда так делал, то есть он за день выздоравливал. Он пил горячие напитки на всяких там ягодах, то есть на меде, залазил под одеяло и лежал так несколько часов. Потом просто все он запотевал, засыпал, и все, и он быстро выздоравливал. То есть таким образом он лечился, и хорошая интуиция подсказывала, да, ему как раз. Что здесь хорошо, да? Во-первых, диету ограничить, чтобы поменьше было масла, даже масла ги, и пища была легкой. То есть убрать вообще мясо, рыбу, орехи, сладости, хлеб, и даже крупы в большом количестве убрать. То есть пусть лучше будет легкая еда, фрукты, овощи. Добавить сушащие специи, да, то есть сушащие специи, это такие специи, которые острые, такие горькие. Острые, и у них энергия такая вот, что они сухие, они могут даже сладкие быть, но сушащие, такие как корица, гвоздика, базилик, да, вот сушеные травы, они все практически согревающие, сушащие, петрушка, например, да, она еще мочегонит очень. А, базилик тоже, как я сказала, все виды перца, да, можно. Ну, смотрите, чтобы у вас не вата капха, да, была, не вата пита была, если бы вата еще пита, то есть аккуратнее, если есть проблемы с желудком, да, даже если у вас простуда по типу капха, но у вас есть гастрит и язвы, здесь нужно аккуратнее. Затем травы, да, которые здесь помогают, чабрец, подорожник, шалфей очень хорошая, трава из сопа, да, то есть вообще, которая входит вот в этот, в состав ВАДа ВММ, неглезовского я говорила. И, как я уже сказала, фрукты, зелень, очень легкая пища, много питья, поменьше соли, да, потому что соль, она гонит вот эту слизь еще больше. И вот здесь как раз подойдут горчичники, горчица черная, горчица желтая, черная горчица очень вкусная, и вообще для предплатки можно добавлять, она не такая острая, да. И вот это вот ситополарий чурно, да, аровидический препарат здесь идеально просто, когда простуда по типу капха. Вот такая интересная информация про капху, и сейчас я вам расскажу еще про вот этот курс и дам подарок еще, да. То есть вот этот курс, разреши себе стать здоровой. Слушай, ты можешь ссылки отправить? Нет, сейчас где она? Я отправила презентацию? Сейчас отправила. Так, сейчас, секундочку. Рецепты. Рецепты были. Сейчас мы вам загрузим рецепты, которые мы вам сегодня в подарок даем. Сборник рецептов. Зимний день с ирведой. Вот, так, вопрос, Лена. Проготовка супов в пароварке, слой приготовить, а заливать потом чем? Какой водой, бульоном? Юлия, вам надо хотя бы один курс наш приобрести, там подробно рассказывается вообще, как эти, во всех рецептах. Сегодня вы получите рецепт борща на пару, и вы все поймете. То есть там просто все делается наверху в пароварке, а потом соединяется с бульоном и доливается немного воды, и уже не кипятится. Получается суп на пару. То есть овощи отдают вкус, отдают насыщенность цвета, борщ получается прям такой красный-красный, такой классный очень. И вы ничего не жарите. Вот, у меня не видно чат, проговорите ссылку вслух, пожалуйста. Ого, Евгения. Я ссылку вслух, наверное, не проговорю, а попробую сейчас. То есть у нас получается сегодня для участников этого онлайн-вебинара вот этот курс «Отреши себе стать здоровой», где у нас идет про все три типа конституции, сто рецептов. Вы можете... Да, можно ссылку на почту отправить. Напишите мне вот на этот адрес. Я вам после вебинара отправлю. Вы еще успеете. То есть сегодня у нас еще тем, кто закажет до 12 часов ночи по Москве, мы еще два курса в подарок даем. Мы же щедрые очень, даем всегда. Вот смотрите, если вы делаете заказ по этой ссылке, выеда.info.class с двумя с, слэш allow. Allow, как по-английски, разрешить. И вводите там промокод. R30, английская R30. Получайте скидку 30% сегодня. И по такой цене можете вот этот глобальный, глубинный тренинг накупить. Там про все доши, анализ дош, гармонизация, женские практики. И очень много дополнительных материалов, кто бы уже знает. И также там... Так. А, да, я вам адрес в чат пишу, Евгения. Мой адрес лен545, собачка, яндекс.ру. Лен, английскими буквами без пробелов, 545, собачка, яндекс.ру. Напишите. Можете найти меня просто вконтакте. lenaveryhappy.vk, lenaveryhappy.com, по-моему, да? Вот так. Ну, что-то такое. Вот. В этом тренинге, как мы уже говорили, про все три типа. Там три занятия. Вата, пита и капха. И четвертое, пятое занятие. Баланс всех. Как сбалансировать, как готовить. 100 рецептов для всех типов. Медитация на гармонизацию, по дошу, по чакрам мы гармонизировали. Эролические и женские практики. Сейчас еще скажу, какие подарки будут тем, кто сегодня купит этот курс и приобретет его именно за каждым, да, хотя бы его, до 12 часов ночи. Да, вот смотрите, мы там говорили про арома масла, как делать массаж обьянка, давали видео. Про вкусы подробно говорили. Как делать диагностику по пульсу. Какие йоговские практики подходят. То есть, что вообще вы получите, если вы этот курс себе приобретете. Во-первых, вы научитесь определять свой тип конституции. И не только свой, а даже по пульсу сможете определить ведущий тип конституции у своих близких. Это поможет вам, да, скорректировать их питание. Во-вторых, вы научитесь, будете иметь рецепты, именно научитесь готовить для своего типа конституции. А в-третьих, получите записи практики, да, медитации, которые вы сможете делать для того, чтобы гармонизировать вот это именно движение праны по дошам. И множество дополнительной информации, которая будет вам полезна вообще в изучении Айурведы. Потому что для того, чтобы... Птица пишет, уже приобрела суперкурс. Суперкурс. Да, то есть для того, чтобы все это изучить, нужно прочитать очень много книг. Либо, как я, съездить в Индию еще потратить 1100, а по сегодняшнему цену, наверное, 1150, да, это уже будет с билетами. Либо вот этот курс, который буквально такие, в смысле, небольшие деньги, постепенно изучить. Только у меня просьба, те, кто покупает этот курс, или те, кто приобрел, еще не послушал, слушайте по одному занятию, да, за раз. То есть много не слушайте, потому что информация очень такая насыщенная, да, и нужно делать домашние задания, которые там в этом курсе есть. Вот. И мы сделали еще, так как мой муж гений интернет-бизнеса, он сделал такое электронное меню. То есть вы можете заходить, и там прямо по меню заходить, вот в каждый блок и выбирать, да, то есть каждый урок, он отдельно идет, таким электронным, электронной кнопочкой, да, то есть вы нажимаете и туда заходите. И внизу, смотрите, там есть практические материалы отдельно, даже партнерская программа есть, как зарабатывать, да, с помощью этого курса. Полезные материалы, да, все отдельно тоже лежат. Вот это вот менюшка такая, когда вы покупаете курс, она вот такая как раз у вас выходит. И вот так вот вы можете дополнительный материал, зайти, каждый материал открыть, смотрите, там идет описание каждого типа, признаки, причины дисбаланса, как оздоравливаться, да, при каком типе. Таблица идет большая, которая всем очень понравилась, девочкам на холодильнике повешать, а кому что подходит, в том числе не вегетарианские, там тоже, да, мясо, рыба, яйца, кому что есть. Например, питом лучше желток не кушать, кушать белок, а ватом можно и желток, и белок, да, например, то есть у них, ну, такая конституция. Йоговские практики, пранаяма, мудрые, мы там делали дыхательные техники, то есть в записи вы будете проходить этот курс, как будто вы присутствуете онлайн, то есть все это очень работает. Также там были у нас по вкусам подробные таблички, спасибо, птица хвалит нас, и влияние вкусов на ум, тело и чувства. И про добавки мы тоже говорили, да, про твифу, про другие добавки, то есть где что и брать. И тест, тест, электронный тест на состояние ДОЖ на сегодня, кроме того, что вы еще научитесь по пульсу определять. Вот, а еще немножко информации и про рецепты, скажем, да, да, вот прочие полезности. Музыка там собрана для ваты, питы и капхи, классная, очень, вообще мне нравится, я сама слушаю каждый день. Медитация прощения, медитация глубокое расслабление, видео массаж абьянга, и запись всех уроков в аудио формате, что очень удобно, вы можете записать, по дороге на работу слушать, можете гулять, например, пойти гулять, закачать себе в МПТ-плееры слушать. Для тех, кто аудиалы, для них вот мы сделали тоже такую функцию, чтобы вы не разделяли, да, а сразу получили вот такую запись. Сегодня, кто заказывает такой курс, сейчас я повторю ссылочку, вы получаете еще, кроме этого, два подарка от меня. Это два курса, которые с сегодняшнего дня стоят 950 рублей. Медитация прощения, это моя медитация, то есть мы ее просто записали, наложили на музыку. Ну, это обычные женские практики, которые вы можете, ну, на самом деле, на любом тренинге женском можете такую медитацию пройти. Можно медитацию Олега Гадецкого использовать, да, то есть можно использовать медитацию Круг женской силы Лариса Ринар, да, то есть мы просто сделали такую короткую медитацию, которая, ну, так скажем, суть одна и та же, да, у них. Вот, птица спрашивает, а кто уже приобрел? А у вас есть возможность приобрести еще какой-нибудь курс сегодня, потому что я еще расскажу, какие промокоды сегодня есть, да, то есть для того, чтобы этот курс получить со скидкой, и сегодня, заказав его, получить два подарка, да, то есть оплатить вы можете позже, но заказ должен быть до 0000МСК, прийти на нашу почту, да. Мы, кстати, сделали очень удобную систему оплаты, сейчас вы получаете уведомления всегда, когда делаете заказы, и вы получите вот таких два тренинга, чем питаются вегетарианцы в России зимой, и как вернуть здоровье, красоту волос. Господи, я и эксперт-нутрициолог, мы обе рассказываем про здоровье волос с точки зрения аюрведы и с точки зрения нутрициологии, что очень удобно, да, потому что это современные знания и древние. Нужен секрет здоровья, пишет птица. Сейчас Александр попросим, со скидкой нам еще его дать, да, потому что он сейчас уже тоже около 3000 стоит. Вот, так что используйте подарки, используйте сегодняшние подарки, мы даем только тем, кто онлайн. Как вообще оформить заказ, потому что очень много пишут, не получается оплатить заказы. Я тоже, когда сама первый раз покупала в интернете тренинг, я тоже поломала голову. Мы сделали для вас такую немножко напоминалку, как это сделать. И пока не уходите, сейчас я еще вам дам, Александр готовит ссылку с рецептами. Мы сейчас вам дадим еще рецепты, один зимний день с аюрведой. Там много рецептов, уже на один день, конечно, даже многовато, но вы сможете приготовить. Кто хотел основы со скидкой, да, то есть вот в этом курсе базовая информация по всем аюрведическим знаниям, кроме ДОЖ, да, то есть там именно по приготовлению пищи. Вот, нажимаете купить запись тренинга. Вам выходит такое поле, введите промо-код для получения скидки. Вводите этот промо-код, и дальше вы выходите уже на заполнение формы по заказу. Цена сразу пересчитывается, вы выбираете способ оплаты. Мы сделали единую кассу, это очень удобный способ, там все практически можно выйти на любой способ. Нажимаете выбрать. Если вы не знаете, как вы хотите оплатить, просто наберите единую кассу, в комментарии к заказу напишите, что нужна помощь по оплате. Вам перезвонит наша помощница Светлана и поможет вам оплатить, то есть расскажет, где в вашем городе, как оплатить. И все, потом вы делаете, пишете ваше имя, вписываете ваш e-mail, телефон и пожелание к заказу. То есть, например, вы не знаете, как оплатить или хотите оплатить позже, можете написать оплачу там через неделю, чтобы за вами подарки сохранились. Нажимаете оплатить. Все, заказ сформировался. Оплатить можно на самом деле позже. Вам придет уведомление на почту, но у нас уже высветится, что вы заказ заказали и подарки вы получите. Надежда, оплатить можно позже. То есть, просто если вы хотите со скидкой получить промо-код, вот этот получить, и получить два подарка, два подарка вот этих курсов, то заказ нужно сделать сегодня. Дальше либо вы переходите на способы оплаты, выбираете карточкой, Visa, MasterCard или электронные кошельки, либо вы пока на этом заканчиваете, а потом зайдете в способы оплаты через вашу почту, когда придет уведомление. Если вы не собираетесь оплачивать сегодня. То есть, вот такая немножко инструкция, да, по поводу оплаты, потому что я сама первый раз, когда оплачивала, мучилась очень, зала мужа. Вот. 2,749. Что это? 2,749. Рубокасса. Это вообще не наш слайд. Это у нас слайд с какой-то конференции, где у нас этот курс вообще, видите, да, за 3 тысячи почти продавался. Вот, подарок. Ловите вашу ссылку подарочную. Александр нам уже ее сделал, да? Зимний день с Аюрведой. Посмотрите, да, то есть там вкусные чаи, бадьяновый чай, имбирный чай, а там вкусный очень соус ореховый. Как готовить домашний сыр-панир? Светлана молодец, у нее есть основы кулинарии, питание по трем типам есть. А есть ли у вас, Светлана, любимые сладости? Сегодня тоже на них промокод. На любой этот курс, если вы заказываете, вы сегодня получаете 2 подарка нам. До 0,00 по Москве. Вот. Морковная халава с орешками, с изюмом и зеленым кардамоном. Вот кто спрашивал. Как приготовить вкусную зелень и сладости у Светланы есть? Не знаю, что с вами делать. Выберите какой-нибудь другой курс еще. Напишите мне на вот эту почту, я на 545, какой курс вы хотите. Какой курс хотите, кроме основ. То есть Секрет здоровья, это не мой курс, поэтому я его в подарок не дам. Напишите мне на вот эту почту, так как вы наш постоянный клиент. Мы с вами договоримся. Со мной можно договориться. Вот. Александр отправил сборник рецептов. Пожалуйста, сейчас зайдите по этой ссылочке, попробуйте его скачать. Попробуйте скачать. И поставьте мне, пожалуйста, плюсики или десяточки. Кто скачал, что все нормально скачивается. Александр, повторите еще, пожалуйста, сборник нам. Сейчас, потому что в чат улежал. Как получить этот подарок, если у меня не читается чат, я не вижу ссылку, пишет Анна. Напишите мне, Анна, на len545sobachkayandex.ru Я вам сразу после вебинара отправлю ссылку. Я вам отправлю ссылку, как оплатить. И вы сможете заказать. Как сделать заказ, да, и вы сможете заказать. Марина уже пошла готовить. Лепешки вегетарианские на сыворотке или на кефире. Вы можете приготовить тоже по этому сборнику. И также вы сможете приготовить сладости ореховые, вкусный очень салатик и зеленый коктейль, про который я говорила. Вот, такая сегодня была интересная информация. Напоследок хотела вам еще дать несколько рекомендаций и прикольных фотографий. Это мы на Байкале с моей подругой. Даже в зимние месяцы мы ездили на плоду. У Любови ссылка не открывается, а кто-то уже скачал. Значит, Любовь, попробуйте с другого браузера или еще раз откройте. Если много людей бросилось открывать ссылку, иногда она сразу не открывается у кого-то. Либо, например, компьютер, ну, немножко скорость там подвисла. Напишите, у кого не открывается, как скачать рецепты, Ольга пишет. А Оля, это же ты, Оля, я тебя знаю. Напиши мне просто, я тебе их отправлю на мейл. То есть там просто нужно скачать, нажать справа кнопочку скачать, скачать, если это Яндекс.Диск, либо скачать себе на Яндекс.Диск, если он есть. Вот, хорошо все читается. Вот, смотрите, вот на Байкале у нас вот такой лед в виде ледяных иголок, и мы с ними вот так играем. То есть обязательно собирайтесь с друзьями, выезжайте куда-то на свежий воздух. Помните, что свежий воздух – это тоже прана. Это тоже прана, и можно дополнительно получать эту прану от вот таких вот приятных поездок на природу, или хотя бы прогулок. Потом можете, как я, вот так же кататься с горки, вот с такой вот довольной физиономией лица, и повышать вибрации своего тела, играть с детьми, с животными, тоже гулять, да, то есть любые способы получения радости, потому что очень много зимой тамоса, да, и сейчас, я говорю, тоже будьте внимательны, в ближайшие месяцы немножко так будет чувствоваться, да, что такие энергии тамосичные. Поэтому используйте вот такие вот радости, улыбки. И сегодня еще хотел последнее, что вам сказать. Да, кто, кстати, хочет Новый год провести на море, у нас недавно прошел тренинг «Разреши себе». А, я живу в изобильной вселенной, да, мы разрешали себе богатство. Сегодня все девочки, кто сегодня здесь есть, были на тренинге, вы получите запись, да, мы обещали в течение 7 дней. Наконец-то мы подготовили, для вас там сюрприз приготовила, все-таки вам положила янтры, и описание «Поласту Шастра», как свою квартиру проанализировать. И вы сегодня тоже можете по скидке этот курс купить. На тренинге мы дарили виртуальные подарки и желали всем Новый год на море. У меня практически это желание уже осуществилось, я уже практически приобрела билеты. И кто хочет тоже провести Новый год на море, и кто не верит, но все-таки хочет в это поверить, что можно делать простые практики, для вас вот такой вот практический тренинг «Я живу в изобильной вселенной». Сегодня он тоже идет со скидкой по промо-коду D50. Запишите себе этот код. Сейчас я вам тоже отправлю ссылочку, как на него зайти. Сохраните ссылку. То, что только сегодня на него даем такую вот льготную цену, потому что вообще у нас этот тренинг очень был популярный, да, видели, сколько кто был, видели, сколько народу было. И после этого тренинга многие мне сейчас пишут, что желание быстро исполняется, в том числе поездка на море, да. Точно так же заходите, вводите промо-код D50, деньги 50, да, и получаете курс по сниженной цене. И также, 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 последнее, что я хотела пожелать вам, а, рассказать вам, что у нас продолжается еще акция два дня полезные сладости наш курс, где 50 рецептов и 10 видеорецептов полезнейших сладостей. Один вы уже получили, да, по почте, сладости творожной калачки. И можно слать с руками. С какими руками, Анатолий, уточните, пожалуйста. Мудрый. А, мудрый. Очень далеко до него листать. А вы в записи, Анатолий, получите, вы же у нас подписаны, да, нам на рассылку. Кто не подписан на рассылку, кто сегодня первый раз пришел, потому что я делала еще нашу местную, да, смс-рассылку, может быть, вы можете подписаться, получать наши рецепты, приглашения по вот этой ссылке. И кто подписывается, мы также записи всех вебинаров высылаем, и вам тоже придет, Анатолий. Вы посмотрите, у вас будет в записи, сможете этими мудрыми воспользоваться. Так, пришлите, пожалуйста, на почту рецепты, Янат 2087. Так, Александр сейчас вам отправит, потому что я что-то не могу скопировать почему-то. Сегодня сладости у нас идут тоже по промокоду SV50. Я сейчас вам ссылочку на сладости эти дам. Еще два дня, вот Александр нам пишет, там три пакета разных, ну, минимальный пакет у вас получится по 745 рублей. Да, детям тоже можно, но у детей, скорее всего, мудры нормально будут выполняться, да, у них еще не забиты каналы. Без проблем, то есть вот эти мудры, они универсальные, то есть это не какие-то очень-очень духовные мудры, поэтому детям можно, можете у них, кстати, проверить тоже, как у них работает. У детей, как правило, мудры, получается хорошо, у них еще не такие тела, у них, если идет вот простуда, да, засорение, то очень быстро все выходит. То есть почему они чаще болеют, они просто легче чистятся у них организмом. И вот для них очень важно, вот белый сахар, белая мука, мороженое, вот это холодное все ограничить. И понемножку специи вы тоже можете использовать тоже в пищу у детей, куркума, имбирь потихонечку, да, то есть если ребенок не такой яркий, пита, то некоторые специи такие можно добавлять. Вот, на этом наше занятие закончено. Сегодня желаю вам здоровья, желаю вам радостной, счастливой зимы, наполняйтесь благостными энергиями, наполняйтесь праной, и сейчас еще рецепт вам покажу, эти, да, кушайте полезные сладости, и самое главное, готовьте, пожалуйста, с любовью, готовьте с любовью, и применяйте вот те правила, про которые я сегодня говорила, хотя бы понемножку, да, приобщайтесь к Аюрведе, потому что зимой те, кто на Аюрведе, больше всего благодарны небесам за то, что они с этой наукой познакомились, потому что мы практически не болеем. Я уже много раз рассказывала, что, ну, нет слизи, потому что нет ни слизи, ни гноя вот этого, да, то есть нечему накапливаться, поэтому проходит зима вот, ну, на ура. Единственное, что иногда мы мерзнем, поэтому мы на холодные месяцы, нашей семье мы уже привыкли, мы уезжаем просто куда-нибудь на море, и прямо оттуда работаем, да, то есть, ну, так сложилось, что мы можем сейчас себе позволить работать из любого, любой точки земного шара, потому что везде есть интернет. Вы тоже можете так это делать, да, то есть сменить работу, сменить, найти свое предназначение, поэтому я очень рекомендую вам вот этот тренинг «Я живу в изобильной вселенной», после которого мечты у многих начали сбываться. Вот, и на этом с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Пойду пить теплую воду, потому что вата поднимается, когда много говоришь. Желаю вам счастья. Счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.